ВСКОРЕ НА СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ МИРУ Вскоре на Святой Земле миру откроются тайны, которые скрывает Ватикан. В Израиле международная группа ученых завершает перевод первоначального текста Библии. Эксперты собрали исходные экземпляры священного писания. Книги Ветхого Завета на древнеарамейском языке. Нового на древнегреческом, а также дополняющие их рукописи, которые были найдены совсем недавно. Исследователи справедливо полагают, что за время господства Святого Престола в Риме Библия была сильно подчищена идеологами и искажена переводами. Уже в ближайшем будущем человечество узнает, о чем гласит книга книг на самом деле. И, возможно, история окажется совсем иной. Но что пытались скрыть от верующих святые отцы? Святой Грааль. Один из самых таинственных артефактов христианства. Предмет вожделений правителей и отчаянных героев-одиночек всех времен. Он дарует прощение всех грехов и вечную жизнь. По библейскому преданию, это чаша, из которой пил Иисус Христос во время Тайной Вечери. После его распятия в эту же чашу Иосиф Аримафейский собрал кровь спасителя. Стоит отметить, что доказательств существования этой чаши не было и нет. Ни одно реальное историческое лицо не видело и не держало в руках Грааль. Более того, ни один ученый не способен объяснить, как кубок с двухтысячелетней органикой может даровать бессмертие. Но вера в Грааль исторически настолько сильна, что часть экспертов задумалась. А что на самом деле может скрываться за этим образом? Сам Грааль это не чашечка, не кубок, не ящик, не камень. А это святая кровь, стоит у Христа. Какую информацию можно получить из крови? Прежде всего, это анализ ДНК. Современные ученые, окажаясь кровью Христова в их руках, могли бы многое рассказать о наследственности Сына Божьего. Это могло бы объяснить тайну его чудесного происхождения. Однако даже без этого вещественного доказательства у экспертов есть факты в пользу того, что Иисус из Назарета не был без семьи бедного плотника. Святая кровь иудейских царей, ведущих происхождение от рода Давидова. Святая кровь, как некая тайна наследственности. Иисус происходил из царского рода? Но эта смелая гипотеза родилась на основе исследования биографии его матери. Профессор Мгимо Владимир Захаров располагает свидетельствами, что в жилах Девы Марии текла кровь сразу двух царских родов древней иудеи. Родословные ее отца, святого Иоахима, восходят к первосвященнику Аарону, брату пророка Моисея. А по материнской линии она была из рода царя Давида. Так что в этом отношении она действительно происходила из царских... Была потомком царских кровей. Она, как бы сейчас сказали, она была царского рода по Галахии. Есть еще косвенное, но убедительное доказательство. Место, где проводилось тайное вечере, было выбрано Иисусом не случайно. Это здание цело, и сегодня его можно увидеть в Иерусалиме. На первом этаже могила Давида и Соломона, а на втором этаже тайное вечере. Ну, человек, не понимающий, не понимает. А понимающий говорит, подождите, но ведь над могилой предков может в Пасху праздновать трапезу только потомок. Ему говорят, да, потому Иисус Христос имел законное, полное право на могиле Давида и Соломона осуществлять трапезу, потому что он был из дома Давидова. Получается, тайна чаши Грааля – это происхождение Иисуса. И все вертится вокруг того, что он был сыном иудейской царевны. Но не все так просто. Возможно, это позволит нам объяснить ряд чудес, приписываемых Христу. Не случайно иудеи определяют принадлежность к роду Израилеву по матери. Возможно, этот народ уже тогда знал то, что лишь недавно открыли ученые. Женщина передает ребенку так называемую митохондриальную ДНК. Еще не все ее тайны изучены. Но есть версия, что именно через эту ДНК можно унаследовать особые качества, передающиеся генетически. Речь идет о сверхспособностях, которыми Дева Мария, возможно, обладала по праву рождения. Эта женщина была магиней изначально. Она родилась магом. Не в том смысле, что она называлась магией, а ее уровень духовный – это был уровень мага. Именно потому, когда воплощался Христос, выбрали именно ее для воплощения. То есть ее задача была в том, чтобы обеспечить Христу соответствующий рост. Рост духовный. Рост мог обеспечить только человек, который сам является магом, который сам имеет определенный уровень. Библия действительно приписывает царю Давиду, его сыну, царю Соломону, деяние, которое мы сегодня назвали бы магией. Соломон, как описывается, даже мог повелевать ангелами и демонами с помощью некоего кольца. Он способен апеллировать, вызывать элементалей духов стихий, которых потом называли джиннами. Он, кстати, их вызывал и привлекал в строительство храма Соломона. А потом, чтобы они куда-то их деть, у них запечатал в бутылки и бросил в океан. Могли ли цари древние иудеи обладать особыми качествами, которые передаются по женской линии? Странное совпадение, но у всех более поздних народов, где известные колдуньи, знахарки или волхвини считаются, что магический дар наследуется по матери. Или магия – это всего лишь технология, известная избранным. Это называется ведьма. Веда – это звезда. Поэтому индийские веда называются звездной книгой, буквально, если переводить. То есть ведьма – это так, кто умеет читать по звездам. Библия ничего не говорит о том, чем занимался Иисус с 8 до 30 лет. Однако ряд других источников содержит косвенные сведения об этом. Они действительно были бы несколько неудобны для официальной церкви. Иисус, скорее всего, имел очень продолжительную практику, причем оккультную практику в Древнем Египте. У очень мощных и очень, ну, говоря опять же современным языком, продвинутых магов Древнего Египта, он, скорее всего, мог обладать определенного рода умениями, талантами, скажем так, которые позволяли ему творить то, что сейчас называется чудеса. Однако спаситель мог учиться не только в Египте. Он отсутствовал в родных местах минимум два десятка лет. За это время даже тогда можно было побывать во многих священных местах. Есть свидетельство о том, что он был в земле Заратустра, то есть Зарастритов, то, что он имел дело с индуистскими племенами, которые, как гласят легенды и как есть какие-то устные свидетельства, имели способность ревитировать, что позволяет ходить и по воде. Он не зря до возвращения на святую землю обошел места существования прорелигий. Это и ведизм, это и буддизм, это и зраастризм, это безусловно. О принадлежности Иисуса из Назарета к тайному мистическому братству стало понятно из недавно переведенных так называемых кумранских рукописей. Они дополнили один загадочный и туманный эпизод Нового Завета. Сейчас закончена колоссальная работа, колоссальная работа библейскими учеными, которые находятся в Ярусалиме. Они пересмотрели Библию, они взяли старые экземпляры, старые еще арамейские экземпляры Библии, экземпляры кумранские какие-то. Они перевели. Они перевели заново, сохраняя вот тот склад, стиль и смысл, который с их точки зрения был заложен в Библию. В Евангелии говорится, что Иисус 40 дней и ночей провел в пустыне с дикими зверями. Почему же они не съели его? Из кумранских свитков следует, что речь идет вовсе не о животных. Зверями называли себя последователи учения иесеев. Они питали отвращение к испорченным нравам городов и жили в пустыне на северо-западе от Мертвого моря. Иесеи были единственным течением иудаизма, которое признавало Христа как мессию. Подтверждено, что Иисус Христос был иесеем высшего посвящения. Что такое иесеи? Это значит некий такой тайный орден, как он назывался, сыны света, которые должны бороться с сынами тьмы. Иесеи практиковали учения о сынах света и сынах тьмы. К первым они причисляли себя, а ко вторым весь остальной мир. Что означает это название? Для этого нужно заглянуть поглубже в историю. Часть ученых склонны считать, что традиция наследования по женской линии восходит корнями к культу богини-матери. Он был характерен для всех первых цивилизаций. Историки Ближнего Востока знают, что иудеи переняли свои традиции у более древней культуры, шумерской. Она процветала на территории от Ирака до Турции еще 8 тысяч лет назад. Шумерские космогонические тексты были переведены недавно. И с точки зрения современных знаний они невероятны. О чем рассказывают шумеры? Они говорят, что их боги, анунаки, ану – это небо, хи – земля. Анунаки – это, значит, их представители на земле. Эти анунаки якобы 444 тысячи лет тому назад высадили десант на землю, организовали тут колонию из 50 этих анунаков, и был назначен их главным энки, старший сын Ану, главного правителя. В шумерских текстах сказано, что боги анунаки решили создать человека. Главный бог энки взял нечто переводимое и как глина, и как жизненная суть, и вложил в лоно богини Нинхурсак, которая выносила и родила первых людей. Дело в том, что жизнь на земле и те животные, которые тут существуют, генетически, вернее, там нет этого слова, в основе имеют ту же основу, что и мы на нашей планете жизни. И с помощью, ну, я уже нынешними словами скажу, генной инженерии можно создать из этих существ какое-то такое способное выполнять вот эти все вспомогательные работы, необходимые анунакам. И таким образом освободить это. Отсюда, в том числе, и родился культ богини-матери. Но что стоит за этим? Как понять смысл древнего текста? Могла ли в древность некая женщина дать начало человеческому роду? Как ни странно, ответ на этот вопрос дал в 1985 году американский генетик Алан Уинсон. Его команда исследовала митохондриальную ДНК и вычислила, что все человечество произошло от одной женщины. Для удобства ученые назвали ее Евой. Христианский мир ликовал, ведь подтвердилось описанное в Библии. Но миф об Адаме и Еве списан с шумерского текста. Да. Дело в том, что в Библии написано из ребра Адама. А по-шумерски ребро и жизнь одинаково звучит. То есть, можно сказать, что это основа жизни, то есть это какой-то ДНК, то есть это клонировали Еву из кода Адама. Почему же сыны Израиля заимствовали эту историю? Возможно, потому что иудейские цари восходили своими корнями именно к первым царям, шумерам. А шумерские боги Ануннаки в Библии называются Элухим. В европейских изданиях Ватикан решил переводить это слово как «Господь». На самом же деле, в древнеарамейском языке это прилагательное множественного числа, которое означает «сияющие». Тут я снова могу сослаться на Библию. В ней сыновья богов описаны как огромные существа, сияющие ослепительно белым светом. Они спустились с небес и превосходили человечество на несколько порядков в силе, выносливости и духовном развитии. И братство Иесеев, признавшие Иисуса, называли себя сынами света, потому что верили, они являются прямыми потомками Эллахим, сияющих. Но почему за священным Граалем охотились еще тысячу лет спустя? Если это всего лишь тайна происхождения Христа, она утратила важность после его распятия. Однако толкователи средневековых символов считают, что чаша Грааля – это кровь Христова в ином, необщепринятом понимании сосуда. Грааль на самом деле считается, что это как бы вот род Иисуса, который пошел от него, то есть кровные родственники Иисуса. На фресках монастыря Санта Мария и Делаграция в Милане или мозаике Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге по правую руку от Христа находится некто, с первого взгляда узнаваемый как женщина. Официальная церковь считает, что это апостол Иоанн. Но великие мастера, расписавшие храмы, знали важную деталь, сегодня малоизвестную. По иудейским обычаям справа от мужчины на пасхальной трапезе должна сидеть законная супруга. И из евангельской истории известна только одна претендентка на эту роль. Мария Магдалина являлась наследником, носителем королевской традиции, носителем рода, крови Иисуса Христа. Она, естественно, была его ближайшим сподвижником, а вовсе не апостол Иоанн. Именно поэтому она изображена на картине по правую руку от Иисуса Христа. Версия, что Мария Магдалина была не просто спутницей, но и супругой Иисуса, сегодня набирает все больше сторонников и в научном мире. В Новом Завете содержится множество намеков, что Иисус имел статус женатого человека. Один из самых явных – сцена, описанная в Евангелии от Иоанна. Когда Иисус сидел за столом в доме Лазаря, Мария, взявши фунт нардового драгоценного чистого мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги Его, и дом наполнился благоуханием от мира. Однако, согласно традициям древней иудеи, исполнить этот обряд могла только законная супруга Иисуса. Более того, это был свадебный ритуал. Существует версия, что Мария Магдала, сестра Лазаря, была его женой. Существует указание в Библии о том, что Иисус Христос присутствовал на своей свадьбе. Существует версия, что его сын сохранился. Но почему принято считать Марию Магдалину блюдницей? Возможно, этому способствовал ее внешний вид. Мария была родом из Галилеи, свободного города, где женщине не считалось зазорным ходить простоволосой. А в иудаизме и позже в христианстве неубранные волосы были признаком распущенности. Мария Магдалин была галилеянкой, хотела, как хотела, простоволосой. И это уже была распутница. Она по иудейским законам ввела себя неправильно. А уж тем более, если она была женщиной замужней, то она должна была сразу собрать волосы в пучочек, закрыть платочком. Что же стало с семьей Иисуса после его распятия? Этим вопросом еще в 70-х занялись историки Майкл Бейджант и Ричард Ли. В 1982 году, основываясь на многолетнем исследовании древних текстов, они выпустили научную монографию. Ее выводы стали сенсацией. Но римская католическая церковь весьма постаралась, чтобы обсуждение не вышло за стены университетов и колледжей. Данные позволяют предположить, что Мария Магдалина со спутниками бежала из Иудеи на юг современной Франции. Похоже, они заметали следы, спасаясь от гонений. Большинство источников утверждает, что в местечке Мессолиния, там, где расположен нынешний Марсель, высадились сразу три женщины по имени Мария. В Марии было несколько. Ну, во-первых, там, где высаживалась Мария в Марселе, существует маленькая деревня, в ней стоит храм трех Марий. Трех Марий. Это Мария египтянка, Мария Магдалина, и Мария, и стойка Марфы, и Марии, которые были две сестры в свете Христа. Они вроде как приплыли вместе с Магдалиной. С Марией Магдалиной связан таинственный культ Черной Мадонны, и ныне распространенной на юге Франции и в Испании. Многие почитаемые в тех краях иконы и статуи изображают Деву Марию с ликом очень темного цвета. Возможно, Черная Мадонна появилась благодаря тому, что одна из трех Марий, Мария египетская, и в самом деле была темнокожей. Черная Мадонна – это как бы основа западной волны семитов. И мавры, да, и чуть посевернее. Ну, то есть, испанская, североафриканская, вот эта линия. Еще одно имя, связанное с пребыванием Магдалины в Миссалии – Святая Сара, покровительница цыган-католиков. Черная Сара, или Сара Кали, была спутницей трех Марий. Прованская легенда гласит, когда Мария и Магдалина, ее спутники, были изнаны из святой земли, Сара добровольно присоединилась к ним. Могут ли цыгане быть хранителями древнейших мистических семья? В пользу этой версии говорят их способности к ворожбе, к гаданию и гипнозу. И тщательно сохраняемая чистота крови. В этом случае внешняя маргинальность нужна, чтобы отвлечь внимание от их истинного предназначения. Это возможность, способность к какому-то там гипнозу, определенным видам. Вот. И я думаю, что это где-то даже, может быть, на генетическом уровне хранится, то есть передается из поколения в поколение, потому что, во-первых, народ, который не смешивается с другими нациями крайне редко, то есть это принято, то есть цыган, цыганка, все чистокровные. Вот. И поэтому это может быть идти даже вот на уровне, вот, ну, грубо сказано, ДНК, наверное. Однако есть гораздо менее известная, но более волнующая версия. Сара была не служанкой, а дочерью Иисуса и Марии. Доподлинно неизвестно, сколько детей было у Христа и Магдалины. Но чаще всего в источниках упоминается двое. Сын Иосиф и дочь Сара. На острове Алерон, где Алеронская церковь Марии и Магдалины и орден Марии и Магдалины, на витражах, знаменитые витражи, алеронские витражи, там Мария Магдалина сидит у нее, на коленке сидит мальчик, чуть постарше, а на руках девочка, чуть помладше. Эти дети, носители царской крови, были рождены, чтобы править. Все больше исследователей склоняется к версии, что они выполнили свои миссии. Кто-то из них стал прародителем французской династии Меровингов. Права этой династии на престол будто бы нарочно подтверждались многочисленными чудесами. Самое известное из них случилось во время коронации одного из Меровингов в Раимском соборе. Известно вот это предание о той голубке, которая принесла ему склянницу с миром, тем самым миром, который был помазан царь Давид в свое время. И я как раз вот доверяю вот этому церковному преданию. Кстати, во время так называемой Великой Французской революции склянница была публично разбита одним из депутатов, который через некоторое время застрелился. Такие вещи тоже даром не проходят. Вопреки древним традициям в Европе власть наследовалась по мужской линии. Но наследник не мог стать королем без королевы. Причем королева непременно должна была быть истинной альбигенц. Так в Провансе называли наследников древних царей. Это правило уходит корнями во времена самых первых цивилизаций. Шумерские тексты рассказывают о том, что царицу считали богиней от рождения. А правитель наделялся божественным статусом лишь после вступления в брак. Царский род это с точки зрения магии не так важно. Он важен в каком смысле? Что он позволяет сохраниться этим людям в качестве аристократии этого мира. Мировинги правили на территории современной Франции с 5 по 8 век нашей эры. Поначалу короли этой династии даже не короновались в церкви. Им не было необходимости подтверждать свои права на престол. При этом ни один человек, в жилах которого не текла кровь святого Грааля, на трон рассчитывать не мог. Это нравилось далеко не всем. Созрел заговор. Для его исполнения заговорщики воспользовались именем императора Константина Великого. Константин Великий – одна из самых значимых фигур европейской истории, ибо он – отец христианской Европы. С его приходом закончились века преследований. С его видения перед битвой у Мульвийского моста, когда он увидел в небе крест, началась легализация христианства в Римской империи. И он был покровителем этой новой религии. Главными заговорщиками были Папа Римский Захарий и Пипин Короткий, мажордом последнего из мировингов – Хильдрика Третьего. Орудием злоумышленников стал Константинов дар. Поддельная грамота, которую якобы составил Константин Великий в 312 году. Она даровала римскому первосвященнику право утверждать христианских императоров и королев. Ни один светский правитель не может возглавить высокий пост, стать королем, императором, без того, чтобы его не утвердил, ни мира помазал римский папа. Помощью Константина Вадара Хильдриг был смещен и отправлен в монастырь. Его место на троне занял коварный Пипин. Тогда никто и не подозревал, что грамота была фальшивкой. Доказательства поддельности Константина Вадара были получены в 15 веке итальянским лингвистом Лоренцо Валло. Подлинный текст его исследования ныне хранится в библиотеке Ватикана. Однако его точное содержание известно лишь узкому кругу лица. Согласно известному документу, подлинность которого многие оспаривают, так называемый Константинов дар, именно римские, именно папа римский, ватиканские первые священнослужители, они имели право не то, чтобы назначать, а как бы сказать, санкционировать назначение того или иного главы государства, став таким образом не просто наместниками Бога на земле, но и светскими, весьма важными деятелями светского характера. В тот момент авторитет Константина в христианском мире был так велик, что новый закон приняли даже недовольные. Дело было замало. Уничтожить все свидетельства и всех свидетелей. Изменили даже символ христианства. Рыба, которая была не только символом Иисуса, но и родовой эмблемой мировингов, уступила место политкорректному кресту. Если рыба однозначно являются символами царской власти, королевской власти, и если рыба ассоциируется с Иисусом Христом, как один из символов Иисуса Христа, а он является в свою очередь носителем королевской власти, то взять рыбу в качестве символа Иисуса Христа, таким образом получается, что все равно происходит некий отсыл, некая возможная провокация на тему того, что будут искать наследников Иисуса Христа. С той поры все неудобные библейские тексты безжалостно уничтожались. Под запрет попало даже Евангелие от Марии, рассказывающее о детстве Христа. Слишком уж человечным показалось оно римским клирикам. Исчезло и Евангелие от Иуды. Ведь трактовка событий любимого ученика Иисуса сильно не совпадала с официальной версией. Разумеется, было наложено табу на Евангелие от Марии Магдалины, которое еще сильнее шло вразрез с канономом. Ей Петр говорит, зная свое место, Марии Магдалине, как мы помним, в канонических Евангелиях. А вообще в Марии Магдалине, в Евангелии Магдалине, вообще не упомянуто, что она вообще с Петром общалась. А потом кто такой был Петр для нее? Это для католической церкви, камень, на котором построили церковь. А для него он был Сема, Симон, младший брат Андрея Первозванного. То есть человек, который рыбу пожарить, воду принести, мальчик на побегушку. Иисуса Христу начали приписывать безбрачие и аскезу. Из его образа постепенно вытравливалось все человеческое. Церковь не просто запрещала книги, которые не вошли в канон. Уничтожались и сами издания, и их читатели. Но были те, кто помнил о прошлом и хранил истину. По мнению историков, они населяли те самые земли, где нашла убежище Марии Магдалина и ее детей. Это братство называлось Катарами и Альбегойцами. Одной из святынь Катаров, предполагалось, что в том же знаменитом замке Монсигюр, это и была чаша Грааля. Владыки Лангедока, графы Тулусские, по некоторым данным, были одной из династий святого Грааля. Неудивительно, что именно в их замке хранились священные реликвии. Свидетельство царского происхождения Иисуса, Марии и их детей. Они являлись некой банковской ячейкой, в которой хранились эти данные про Марию Магдалину и ее династическую тайну. А это было действительно очень серьезное, это был очень серьезный аргумент. И, конечно, Ватикан хотел бы им завладеть, чтобы этого больше никто не знал. Но графы Тулусские отказывались делиться артефактами. И в 1209 году папа римский Иннокентий III объявил Альбегойский крестовый поход. Жители Лангедока были объявлены еретиками и обречены на уничтожение. Это известная легенда, когда спросили, как отличить это подлых катар от настоящих христиан. Было сказано, убивайте всех, Бог своих разберет. То есть речь идет о том, что необходимо было уничтожить категорически, уничтожить не считаясь никакими заплатами. Вплоть до того, что за одного виновата уничтожать 10 невинных, лишь бы они были уничтожены. Что было и сделано. В цветущий Лангедок вторглась многочисленная армия Симона де Монфора. Кровавая бойня продолжалась 35 лет. Более миллиона людей погибло. А цветущая некогда провинция лежала в руине. Апофеозом бойни стало взятие неприступной цитадалии катаров, замка Монсигюр. Те, кто выжил, позавидовали погибшим. Во время жесточайших пыток палачей интересовало только одно. Вопрос об их священных текстах. Ни одного из них не осталось. Возможно, во время допросов инквизиции они говорили лишь о том, что знают одно лишь Евангелие. А о своих книгах молчали. Никто из альбегойцев так и не выдал тайну святого Грааля. Более того, они не пытались избежать своей участи. С радостью шли на пытки на костер. Ведь по их учению, мучительная смерть в огне очищала человека от всех грехов и открывала дорогу в рай. Почему на костер? Тоже в очереди нам это преподносят, как кошмар на костер. А потому что богородичные катары и альбегойцы считали, что пламя очищает. Что с пламем ты уходишь сразу, ты сразу уходишь в Ирий, в рай. С пламенем, с дымом костра ты уносишься туда, если ты человек чистый. А альбегойцы себя называли чистыми. Альбегойский крестовый поход далеко не первый случай, когда Рим затевал военную операцию ради изъятия реликвий или уничтожения неугодных. За полстолетия до разорения Лангедока, 13 апреля 1147 года, папа римский Евгений III объявил крестовый поход против палапских славян-вентов. В своей булле папа приравнивал участие в нем к крестовым походам на восток и реком кисти. Участники получали отпущение грехов, уклонистам грозило отлучение от церкви. Главной целью славянского крестового похода стал легендарный балтийский остров Руян, ныне Рюген. Мало кто знает, что там много столетий процветала Аркона, город-храм древней славянской цивилизации. Этот комплекс был настолько почитаем, что ему платили дань все, скажем так, королевства Балтийского моря. То есть там Норвеги и прочие, все ему свозили дань. Мало того, на этом в Арконе жили жрецы, которые предсказывали будущее, прошлое. Этот комплекс был гораздо более популярен в древнем мире, чем греческие аркона. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Академики, уважаемый Залезняк, он прекрасно скажет, что в то время, в 11 веке, то есть до прихода христианства, Русь была почти стопроцентно грамотно, писали все, не только женщины, но и ребята-малолетки. То есть им писали всякую ерунду из деревни в деревню. Аркона была не только средоточием веры западных славян, но и средоточием славянской науки. Как полагает Андрей Тюняев, именно эти знания, древние рукописи и книги, были основной причиной, по которой церковь так рвалась на восток. Ведь здесь бережно хранили знания древней прославянской цивилизации. Самая главная цель – отделить простой народ, вот массы, от знаний, а поставить между простыми людьми и знаниями священника или попа, который объяснит правильно суть бытия и, куда, как говорится, простому человеку христи. Но чем так помешали Ватикану древние знания? Возможно, римские клирики понимали, если мир узнает о древней славянской цивилизации, то на всей канонической библейской истории можно будет поставить крест. Ведь, судя по древним текстам, в те времена, когда процветала прославянская цивилизация, предки авторов Библии еще и писать не умели. Кинорежиссер Алексей Муратов объездил немало стран в поисках следов этой таинственной цивилизации прославян. Он пришел к выводу, что славянское государство простиралось на большей части территории современной Европы. На самом деле, действительно, пребывание на древних прославян и в Греции, и в Италии, и в Германии, и, ну, уже теперь и в Испании, и во Франции, конечно, и в Англии, на теперешней территории Англии, конечно, это, безусловно, оно было. И оно не просто было, оно было основополагающим. Вот о чем речь. Поэтому вся знаковая система, которая сегодня существует, она у нас продолжает существовать, и та, которая была в средние века, и в древние, и до нашей эры, вся прославянская знаковая система сохраняется с удивительным упорством. Племена Венедов упоминается в работах историка Геродота, жившего в пятом веке до нашей эры, а также Плиния старшего Тацита и Птолемея Клавдия. Более того, все они также упоминают загадочную и могущественную страну Гиперборею, которая возникла много тысячелетий назад и располагалась далеко на севере. Согласно историку Деодору Сицилийскому, верховным богом Гипербореи был Аполлон, сын богини Лето. Между тем, многие исследователи отождествляют Лето со славянской Ладой, богиней любви и красоты. Это была страна всеобщего благоденствия, и что отсюда произошли некоторые божественные, так сказать, существа, в частности Аполлон, и вообще относились к этой стране с большим и весьма большим почтением. Гиперборея просуществовала много тысяч лет и погибла в результате сильнейшего природного катаклизма. Однако даже в самой сильной катастрофе редко погибают все сразу. Может статься, частью гиперборейцев удалось выжить и стать создателями легендарной славянской страны. Если вы приедете в Германию и начнете разговаривать с учеными Германии, которые являются хранителями музеев, которые хранят удивительные артефакты, и мы все это видели и снимали, они вас отвезут на те места, где с помощью раскопок реконструированы, восстановлены древние поселения. Мы были там и видели все это дело. И расскажут вам, что две трети территории, как минимум две трети территории Германии, занимали древнейшие прославянские племенады. По мнению Алексея Муратова, это была легендарная Гордарика, страна городов. Позже европейцы назвали ее Тартарией. Судя по средневековым картам европейских географов, страна была огромной. Если мы возьмем почему-то британскую энциклопедию, мы прочитаем, что самая большая империя, самая мощная, существовавшая последняя, да, одна из последних, называлась Тартария, с последней столицей в Москве. Она включала свои границы, всю Экумену и так далее. Именно эту страну описывал в книге «Славянское царство» итальянский католический священник Мавро Арбини. Многотонный трактат «История всех славянских родов» вышел в 1601 году. Арбини писал его на основе древних рукописей из библиотеки Ватикана. 444 страницы в этом трактате. И там есть ссылки на 333 источника. То есть, это фактически не трактат, а это просто, как бы сказать, подборка свидетельств о древности славяно-скифов. Почему Мавро Арбини предпринял такую вещь? А потому что ему не понравилось, что выскочки в его времени, как бы, хотят представить себя самыми древними родами, затирая по-настоящему древние. Поэтому он написал вот этот свой труд о первоисточнике древности славяно-скифов. Арбини был уверен, русский народ является самым древним на земле народом, от которого произошли все остальные. Империя мужеством своих воинов и лучшим в мире оружием тысячелетиями держала всю вселенную в повиновении и покорности. Русские всегда владели всей Азией, Африкой, Берсией, Египтом, Грецией, Македонией, Иллирией, Моравией, Шленской землей, Чехией, Польшей, всеми берегами Балтийского моря, Италией и многими другими странами и землями. Разумеется, такое не могло понравиться ни европейским монархам, ни католической церкви. Книгу запретили и постарались уничтожить. К счастью, некоторым экземплярам удалось уцелить. Сам факт того, что некое такое альтернативное исследование, посвященное древнему племени, итрускому, что оно попадало под негласный запрет Ватикана, это как раз свидетельствует о том, что неудобные, неправильные знания, неправильные книги, они, конечно, запрещались, они изымались в более жесткой или в менее жесткой форме, но вот эта цензура, она, безусловно, присутствовала. Костер ждал идеологически вредной книги не только в средние века. Одно из последних аутодофе едва не вспыхнуло в середине просвещенного 19 века. И снова это было дело про славян. Профессор Варшавского университета Тадеуш Воланский попытался расшифровать эту русскую письменность с помощью славянских языков. Закончил он достаточно плохо, потому что у него очень хорошо получилось расшифровать. Он составил сравнительные таблицы этрусского языка, а этрусский язык переживал разные этапы, ну, более ранние, более поздние. Он составил сопоставительные таблицы этрусского языка, славянского языков, если я не ошибаюсь, он брал польский, и, собственно, латинский алфавит. И получалось, что, в общем-то, очень хорошо расшифровываются эти надписи. Но кончил этот ученый, к сожалению, очень плохо. Как удалось установить исследователю письменности и истории дохристианской Руси Александру Иванченко, когда труд Воланского в 1847 году вышел в свет, католический примус Польши обратился в Святейший Синод России с просьбой испросить разрешение у императора Николая I применить к Воланскому аутодофе на костре из его книги. Да-да, в середине 19 века университетского профессора собирались сжечь на костре из его книг, потому что католической церкви они не понравились. Спасло ученого только заступничество российского императора. Николай I, которого в учебниках изображают невежественным солдафоном, ознакомился с книгой, повелел перевести ее на русский язык и приставил к Воланскому охрану для содействия ему в его экспедициях по собиранию тех накаменных надписей и впредь и охранения его персоны от возможной заключения. Католическая церковь в собственных интересах освобождала территории, причем делали это не так, как мы сегодня говорим друг другу с помощью радиоутерийных газет. Это был огонь и меч и все, что можно было применить к этой цели. Конечно, было для них осуществование, скажем, на территории Германии, где Карл разворачивал свои действия, существование народа с ведической традицией, с ведической религией, это было как кость в горле. Но даже самодержит всероссийский не рискнул выпустить эту книгу в свет. Он повелел спрятать несколько экземпляров, а остальные сжечь, дабы не наносить вред духовенству. Впрочем, духовенству все равно осталось недовольно. Ну что ж поделаешь, это религия, да, у религии есть политика, у нее есть свои цели и задачи. Я имею в виду у церковных служителей, у, так сказать, у церковного чиновничества. Бог тут вообще ни при чем, так сказать, если он существует, и у этрусков были свои боги, которые перешли потом в Рим, у последующего христианства. Что же такого было в этой книге? Кем были этруски? И почему расшифровка их языка полякам так испугала не только Ватикан, но и православную церковь? По одной из версий, жители Этрурии, которые пришли на итальийский полуостров задолго до римлян, были остатками погибшей древней цивилизации. Они хранили ее знания и не спешили им делиться. Письменность этрусков не удалось расшифровать до сих пор. Вообще это большая загадка, потому что спросить, откуда произошло этруское письмо, это все равно, что окунуться на 20-30 тысяч лет назад мы там не ходим. Думаю, что никто из специалистов не ходит, даже те, кто занимается этруским письмом. Единственное, что мы можем сказать на сегодняшний день, что письмо, как письмо, как такова этрусская, насчитывает, ну, несколько тысяч лет. Среди артефактов, которые остались от этрусков, есть вещицы, возраст которых исчисляется десятками тысяч лет. По словам кинорежиссера Алексея Муратова, выполнены они настолько мастерски, что становится ясно. Уровень развития технологий у этих мастеров был очень высоким. Откуда появились этруски, доподлинно неизвестно. Но у Андрея Тюняева есть своя версия. Происхождение этрусков, оно, в общем-то, если читать между строк, если читать правильно, оно установлено. Везде написано, что этруски пришли с севера в те местности. И если, ну, и так вот, даже по внешнему виду, они же все-таки себе изображали, а у нас есть глаза, мы можем посмотреть антропологическое соответствие по тем же вазам, по тем же изображениям. Ну, там видно, что это в большинстве своем все-таки европеодные люди. В музее Ватикана есть этрусский зал. В него запрещено заходить славянам. Поговаривают, что каждый человек, который знает русский, болгарский или другой славянский язык, сможет перевести все надписи на древних артефактах. Андрей Тюняев рассказывает, что этруски вели свои записи на прославянском языке, который гораздо ближе к современному русскому, чем искаженный Кириллом и Мефодием церковно-славянский. Если брать язык этрусского, то там с ним, на мой взгляд, вообще все просто. Потому что алфавит этрусский, он практически повторяет русский алфавит. Он не повторяет греческий алфавит. В нем нет никаких ни альфы, ни вот этих вот капы, вот эти вот непонятные буквы, которые нигде, кроме греции, не используются. В этрусском алфавите практически все русские буквы. Этрусские рукописи хранят загадку могущественной и древней праславянской цивилизации. И Ватикан вовсе не хочет, чтобы ее разгадали в потоке. Ну, может быть. Может быть, и желание, значит, где-то сохранить в более недоступном месте предметы с письменностью. Их огромные. 10 тысяч текстов насчитывается официально. Этрусских, ну, представляете, сколько это? Кажется, столько лет уже прошло. К чему Ватикану скрывать дела минувших дней? Кто осудит Папу Франциска за дела его средневековых предшественников? Что в современной политике и экономике так уж изменится, если вдруг Ватикан признает, что история происхождения Иисуса и Марии Магдалины – чистейшая правда? Однако католическая церковь продолжает цепко держаться за свои секреты. Не так давно на непокойному Иоанну Павлу II пришлось извиняться перед человечеством за деяния средневековой инквизиции. И Ватикану совсем не хочется каяться в том, что его представители целенаправленно уничтожали потомков их же собственного бога. Ведь этого человечество может и не простить. Великая тайна нисхождения благодатного огня в Иерусалиме накануне светлого праздника Пасхи много столетий остается чудом для верующих. Огонь является во время молитвы священника в ложе у гроба Господня. Патриарх спускается туда безо всяких воспламеняющихся предметов и возвращается с горящим факелом. По мнению верующих, благодатный огонь возникает сверхъестественным способом. Но атеисты считают это неразгаданным фокусом. Откуда же берется благодатный огонь? Что это? Проявление высших сил, грандиозная мистификация или уникальное явление природы? Ученые не оставляют попыток разгадать эту тайну. Руководителю лаборатории ионных систем Курчатовского института Андрею Волкову удалось то, что до сих пор не удавалось никому. Он провел научный эксперимент в храме гроба Господня в Иерусалиме. В момент сошедствия благодатного огня высокоточные приборы зафиксировали резкий всплеск электромагнитного излучения. Однако для того, чтобы определить, что вызвало его, у Волкова пока не хватает данных. Исследования продолжаются. История христианской религии таит в себе немало таинств. Чудотворные иконы и внезапное исцеление. Явление святых и воспарение над землей. Все эти чудеса приписывались воле Господа. Но у этой воли были свои проводники. Кто же они и как объяснить природу чуда? После Иисуса главным чудотворцем был апостол Петр. Он же первый Папа Римский. У первых апостолов было служение при Христе. У них была та сила власти над всем. Условно говоря, как мы говорим, над светлым и черным. У них была сила власти, наверное, большая. Хотя, если человек действительно искренне верующий, то у него сила сохраняется. Как известно из Евангелия, Петр проявил слабость и трижды отрекся от Спасителя. Но позже он искренне покаялся и был прощен Господом. Позже Петр проповедовал в Риме, обратил в христианство множество язычников. В послании священно-мученика Маркела, римлянина, говорится, что Петр совершал великие чудеса. Исцелял больных и немощных. А однажды воскресил юношу царского рода. Вы знаете, чудеса бывают самые разные. В том числе и те чудеса, которые сотворил этот Папа. Это и, опять-таки, излечение больных. Это, так сказать, какие-то другие вещи. Император Нерон приговорил Петра к распятию. Последнее желание святого удивило палачей. Он попросил, чтобы его распяли вниз головой, потому что считал себя недостойным умереть так же, как Спаситель. Мученическая смерть была уделом большинства первых понтификов. В том числе, четвертого Папы Римского Климента I, которого крестил сам апостол Петр. Русская православие признает католиков и архиереев их в сущем сане. То есть мы признаем, что у них апостольское рукоположение. Они ведут свое рукоположение не от каких-то неведомых людей, а именно от апостолов. Поэтому это вот первое, что для верующего человека сила эта всегда очень большая. Этот праведный понтифик славился многочисленными чудесами. Он исцелял больных, силой молитвы открыл источник там, где люди погибали от жажды. Император Троян сослал Климента в крымские каменоломнии, а после и вовсе повелел убить. Но даже после смерти Климента чудеса не закончились. Он был утоплен в море, чтобы последователи не нашли его тело. Но чудесным образом море каждый год отступало на несколько дней, давая верующим возможность приходить поклониться мощам мученика. Поклонение мощам – одна из самых необычных традиций христианства. С одной стороны, церковь запрещает тревожить тела умерших. С другой стороны, требует поклоняться мощам святых. Объяснение этому противоречию дал в своих сочинениях преподобный Иоанн Дамаскин. «Святые несут мертвые, ибо после того, как тот, кто есть сама жизнь и виновник жизни, был причтен к мертвым, мы уже не называем мертвыми, почивших в надежде воскресения и сверуя в него», – писал он. Размышляя о смысле данного чуда, немецкий теолог Михаэль Хэземан пришел к выводу, что мощи даны людям как напоминание о силе Господа. Смысл любого чуда заключается в том, чтобы напомнить людям о том, что их создал Господь, и что для Него нет ничего невозможного, и что вера творит чудеса. Святость, благодаря ее тесной связи с Христом, способна преодолеть законы природы. Святость, благодаря ее тесной связи с Христом, способна преодолеть законы природы. Кровь святого Януария пролилась во время его мучительной смерти. Она была собрана присутствующими на казни верующими. Два флакона с высохшей кровью святого Януария хранятся в Кафедральном соборе Неаполя. Чудо происходит раз в год. 19 сентября, в день мученической смерти святого. Сухая кровь буквально вскипает и на весь день остается жидкой, а потом опять превращается в порошок. Это чудо невозможно объяснить, но может быть это просто мистификация или какой-нибудь химический фокус. Некоторые подозревали, что за этим кроется какой-то фокус, но тщательное медицинское исследование показало, что это не что иное, как человеческая кровь. Это никакой не фокус, не магия. Бог показывает нам, что Он истинный правитель мира. По нашей молитве может произойти чудо, и мы не должны предаваться иллюзии, что наука все объясняет. Флаконы с кровью святого января запаяны. Ученым пришлось довольствоваться только спектральным анализом. А вот по другой реликвии им удалось сделать биохимию и установить любопытные данные. Эта святыня была обретена в 750 году в городе Ланчана. А началось все, как ни странно, с недоверия к таинству причастия. И под этим подразумевается, что вино по сошествию святого духа превращается в номинальную кровь Христа, а хлеб – его тело. Священник церкви святого Лангина Сотника во время причащения святыми дарами усомнился. Неужели в хлебе и вине может пребывать тело и кровь Христа? Стоило ему подумать об этом, как он ощутил, что хлеб стал плотью, а вино – кровью. С тех пор измененные святые дары хранятся на престоле храма святого Франциска Асистского Ланчана. В 1970 году медики, химики и биологи взяли их на анализ. Официальное заключение гласило, в дарохранительнице Ланчана находится свежая человеческая кровь четвертой группы и фрагмент ткани сердечной мышцы без признаков тленности. Бывают случаи, когда мощи святых не разлагаются. Есть полностью разложившиеся мощи, а есть и нетленные, которые даже источают мира, которые распространяют чудесный запах. Одни из самых знаменитых нетленных мощей – мощи святой Бернадетта Суберу во французском монастыре Сен-Жильдар. Невероятно, но святая, скончавшаяся в 1879 году и сегодня выглядит, как спящая. Вот как описывал открытие мощей один из очевидцев. По снятии крышки гроба было найдено идеально сохранившееся тело Бернадетты. Ее лицо лучилось девичьей красотой, очи сомкнуты, словно она была погружена в спокойный сон, а уста приоткрыты. Тело Бернадетты исследовали трижды, и все три раза медики убеждались. Тело молодой женщины абсолютно не тронуто трениями. Все эти случаи собраны и задокументированы специально созданной врачебной комиссией. Протоколы заверены подписями врачей и свидетелей. С научной точки зрения, факт полного сохранения тела Бернадетты является чрезвычайным и необъяснимым. Ученые полагают, что причиной тому сверхъестественное вмешательство, заступничество Девы Марии. При жизни она 18 раз являлась Бернадеттей. Ей явилась Дева Мария и обещала прийти еще. И действительно она возвращалась. И она не узнала Богородицу, она просто сказала, что ей явилась красивая, светящаяся женщина. Деревенские жители, слышавшие ее рассказ, предположили, о ком может идти речь, и посоветовали спросить в следующий раз имя женщины. И когда она это сделала, последовал ответ. Я – непорочное зачатие. С помощью Девы Марии святая обнаружила целебный источник. Там и сегодня излечиваются больные. Только за первые 50 лет паломничества полностью излечились от тяжких болезней около 7 тысяч человек. Большинство из этих случаев задокументировано и имеет письменное медицинское подтверждение. Профессору МГИМО Владимиру Захарову довелось принимать участие в организации поездки к чудесному источнику паломников из России. Он лично убедился – да, эта вода действительно исцеляет. Мальтийский орден специально устраивает поездки туда за свой счет. Он везет туда больных. Несколько раз были большие группы из России, ездили уже в наше время. И поскольку случаи исцеления были вот явственные, это не просто вот там кто-то мне что-то рассказал, да. Но человек приехал больной, там все, ему стало легче. Разве он должен это считать не чудом? Конечно чудо. Врачи не могли ничего сделать. А тут я поехал, вот помолился. Да, это совершилось. Некоторые исследователи пытаются списать все чудеса на психологическое внушение и даже самогипноз. Сейчас мы знаем масса ученых разработок о том, что психологическое воздействие совершенно сильно. Можно снять кому, можно снять какие-то там тормоза в мозгу, если человеку сильно верует. Однако, разве может гипноз заставить прозреть слепого или рассосаться раковую опухоль? Между тем, эти чудеса происходили не только в седой древности, но и в наше время. А значит, были исследованы с помощью самой новейшей аппаратуры технологии. Однако, даже современная наука так и не может ответить на два вопроса. Как и почему. А вот профессор Захаров на вопрос почему для себя ответил. Мы же часто рассуждаем, чисто прагматически, такого не может быть и все. Вот не может быть, потому что не может быть. Мы забываем о том, что существует вера. И как сказали в Ивангеле, что если у вас есть вера даже с горчичное зерно, и вы скажете, горейся и сдвинься, то гора подвинется. Понимаете? Современная наука в принципе не может объяснить ни одно из этих чудес. Точно так же никто не может понять причину возникновения стигматов, болезненных кровоточащих ран на тех участках тела, где располагались раны распятого Христа. Считается, что этими ранами Господь испытывает самых преданных своих подвижников. И вот что интересно. За всю историю христианства стигматы никогда не возникали у священнослужителей. Единственным исключением стал священник Падро Пио, один из самых таинственных католиков 20 века. Однажды, когда он молился в замке в Сан-Джованне-Ротондо, яркие лучи пронзили его сложенные в молитве руки и ноги, уподобив Христу, наделив удивительными способностями. Он видел, говорит ли человек правду в исповедальне, лечил больных, даже появлялся одновременно в двух разных местах. Тому было много свидетелей среди монахов. Эту способность называют биолокацией. В своих видениях Падро Пио часто разговаривал с Иисусом, Марией и своим собственным ангелом-хранителем. Донимали его и бесы. Каждую ночь он сражался с ними. По утрам Падро часто находили со следами крови, синяками и другими физическими знаками борьбы. А однажды его нашли с переломанными костями. Однако даже это не мешало святому отцу оставаться удивительно дружелюбным и жизнелюбимым человеком. Владимиру Захарову довелось общаться с людьми, которым помог Падро Пио. Понимаете, когда человек больной, он больной, да? И он обращается к врачам, он делает уколы, принимает таблетки, там кучу всяких процедур, а ему ничего не помогает. Он пошел, вот, Падро, ну что мне делать? У меня уже все, у меня сил нет. Я не знаю, что делать мне. Вот как? Вот все, у меня вот конец, все. Он говорит, сын мой, иди, все будет хорошо. Знаете, и все это происходит. И когда я вот воочию это увидел, естественно, у меня появляется вера в это. Падро Пио обладал даром предсказания. Однажды его навестил, недавно возведенный в Сан-Польский священник. Падро Пио сказал ему, придет день, и ты станешь папой. Священника звали Кароль Войтыла. Как и было предсказано, он стал папой римским Иоанном Павлом II. Священник по фамилии Войтыла, он из Польши приехал, тогда это было сложно, понимаете, из Польши, тогда советской Польши, да, приехать вот в Италию. Это было очень трудно, хоть он и католический, все, но он совершил вот такой вот поступок. Ему удалось оказаться, значит, сказать, там в Италии. И он поехал к нему, к Падре Пио, с тем, чтобы просто встретиться, поговорить. Совсем скоро, 27 апреля 2014 года, состоится его окончательная канонизация. Одним из официально зафиксированных чудес Иоанна Павла II стало исцеление монахини от болезни Паркинсона. Причем это чудо он сотворил посмертно. Когда покойного понтифика признавали блаженным, эта монахиня несла реликварий с его кровью. Десять тысяч человек говорили о ее излечении. Это не какая-то туманная история, это задокументированный случай. И самое удивительное, что она страдала от болезни Паркинсона, той самой, от которой страдал сам папа. И излечилась после его смерти, когда обратилась к нему с молитвой. И буквально на следующий день болезнь отступила. Врачи пару лет наблюдали ее, и не было ни одного рецидива. Вместе с Иоанном Павлом II канонизируют еще одного понтифика, Иоанна XXIII. Он был известен всему миру как «добрый папа». По воспоминаниям близких, Иоанн XXIII был внимательным, деликатным, добродушным, очень приятным в общении с человеком, с мягким чувством юмора. Когда 3 июня 1963 года он умирал от рака, тысячи людей пришли на площадь перед собором Святого Петра. Они хотели быть как можно ближе к своему любимцу. Понтифика можно было спасти, но он отказался от операции. Тело доброго папы эксгумировали 16 января 2001 года. Оно оказалось совершенно нетленным. Иоанн XXIII совершил чудо. Его мощи остаются нетленными, что стало основанием для его канонизации. Чудеса совершал и предшественник доброго папы Пий XII. Существует документальное свидетельство того, что он посмертно излечил женщину на последней стадии рака. Итальянка Мария Эспозита уже потеряла надежду и готовилась к смерти. Вдруг по какому-то наитию свыше, Мария мысленно обратилась к папе Пию XII, который возглавлял Ватикан в годы Второй мировой войны. Женщина попросила папу помолиться за нее. Почти сразу она почувствовала себя легче. А вскоре на очередном осмотре врачи с удивлением обнаружили, что опухоль исчезла. Чудом считаются случаи, когда происходит спонтанное, внезапное излечение без медицинского участия, вопреки всему, что известно о течении этого заболевания и прогнозам. Последние десятилетия римские понтифики являют миру примеры скромности и доброго отношения к людям. Однако так было далеко не всегда. Святые отцы сами были далеко не безгрешны. То, что в прошлые времена вытворяли наместники святого престола, не снилось даже закоренелым развратникам. Латиняне – наследники старой-старой античной культуры, где свальный грех, мужелочество, скотоложество были естественными спутниками этой культуры. Так как эротика несет некое дополнительное наслаждение к обыденной жизни, естественно, что латиняне приняли и вот эти старые традиции, которые были заложены у них в крови. Так как все это происходило там, где кругом скульптура, античная языческая скульптура, где фрески скульптурные, аязыческие, где все это видно и все это впитывается с молоком матери. Без малого 60 лет, с 904 по 963 год, в Ватикане царила порнократия, то есть эпоха блудниц. Именно так историки называют период, когда римской католической церковью фактически управляли две дамы. Мать Феодора и ее дочь Морозия, из могущественной аристократической семьи Теофилактов. Разумеется, правили они неофициально. 12 пап римских, которые сменились за это время, были любовниками, сыновьями или внуками предприимчивых дамочек. Все они прославились самым распущенным образом жизни. Например, Сергий Третий, предполагаемый любовник Морозии. Дело в том, что папы к тому моменту, ну если мы говорим о папе Сергии, они ведь являлись не просто представителями, наместниками Бога на земле, они фактически в очень сильной степени контролировали и светскую власть. Они усвоили многие весьма негативные качества, которые были присущи, ну, властителям светского толка. Это и любовь к алкоголю, это и любовь к женщинам, и не только к женщинам, к сожалению. По свидетельству американского историка Сэмюэля Веста, Сергий Третий наполнил папский хор любовницами и незаконно рожденными детьми и превратил папский дворец в воровской притон. Также Сергию принадлежат два весьма нелицеприятных рекорда. Он был единственным в истории понтификом, не скрывавшим, что приказал убить своего предшественника, папу Христофора. А еще он был единственным папой римским, которому удалось передать престол святого Петра своему незаконно рожденному сыну, Анастасию Третьему. Второй бастард Сергия также побывал папой римским Иоанном XI. Ну, если папа мог себе позволять многие, скажем так, как говорилось в одном фильме, излишества всякие, нехорошие, то почему он не мог иметь внебрачных детей, это во-первых, а во-вторых, почему, имея внебрачного ребенка, мальчика, он не мог продвигать его, как бы сказать, на свою должность, попытаться сделать наследуемым, ввести принцип наследования на должность римского первого священника. Ну, а самым аморальным папой римским за всю историю церкви признан внук Морозии, последний понтифик периода порнократии, папа Иоанн XII. Сэмюэль Вест пишет, что Иоанн XII превратил Ватикан в настоящий бордель. Этот наместник Бога на земле насиловал женщин-поломниц прямо в базилике святого Петра. Умер он, соответственно. Во время любовных забав, папу хватил удар. Феодора и Морозия правили римом руками своих мужчин. Однако была в истории женщина, лично занимавшая святой престол, папа Иоанна. Разумеется, свою принадлежность к прекрасному полу она тщательно скрывала. Как-то так сложилось в самом начале, в ее детстве, что в том приходе, где... к которому она была приписана, не было мальчиков, которые помогают. Там кадила подносят, свечки зажигают. Ну, в общем, два мальчика должно быть при католической службе минимум. Вот один мальчик был, а второго не было. И она, как девочка, переоделась мальчиком и предложила, что я тоже буду эти свечки зажигать. Вскоре предприимчивая девушка стала певчим, а затем получила сан католического священника. Будущая папесса была усидчивой, умной и, что невероятно в те времена, долго хранила целомудрие. О том, что она не мальчик, так бы никто и не догадался. Хороший, симпатичный мальчик, который рос, все помогал, все знал. Соответственно, получила сан, потом получила сан больше, потом стала епископом, потом архиепископом, потом кардиналом. Скромности целомудрия выгодно отличали переодетую девушку от кардиналов мужчины. Она не употребляла алкоголь, не устраивала ордий, не имела любовников или любовниц. По мнению историка Андрея Синельникова, именно это и сыграло роковую роль при выборе следующего папы. И, скажем, скромный, хороший, у нас кардинал, замечательный, ни в чем порочном, как писать, в порочащих связях замечен не был. В порочащих связях замечен не был. Ее выбрали. Но вот оказалось, что все-таки она не совсем целомудренная и где-то пригуляла ребенка. Вот это ее изгубило. По легенде, папеса Иоанна родила во время крестного хода. И ее, и ребенка растерзала оскорбленная в лучших чувствах толпа. После этого случая всех последующих пап стали проверять на соответствии анатомии. И после этого ввели при приеме в папу некую такую процедуру, где папа садится на стул без сидения, но садится в рясе, садится на стул без сидения, а под ряса ничего нет, и залезает специальной служкой и смотрит, он не женщина ли это. Кого же мы выбираем в папу? Но история римского разврата была бы неполной без семьи папы Александра VI Борджия и его незаконорожденных детей, дочери Лукреции и ее братьев Чезаре и Джованни. По слухам, папа лишил собственную дочку девственности, когда ей было 13 лет, и с тех пор они часто забавлялись всей семьей. Александр VI часто устраивал настоящие оргии для иерархов католической церкви. Он цинично пояснял, что хочет показать им, как выглядит рак. Иногда во время таких оргий противники папы умирали мучительной смертью. Александра VI за глаза называли аптекарем сатаны. Он отравил столько людей, что хватило бы на небольшое государство. И действовали достаточно открыто. Они, в общем-то, не скрывались. Они, если убивали, так убивали, если отравляли, так отравляли. И об этом становилось известно не только людям посвященным, но и достаточно широким народным массам, скажем так. Во времена правления Александра VI Рим окончательно превратился в большой бордель. В городе существовали целые кварталы куртизанок. Причем, по слухам, многие дома были связаны с Ватиканом тайными ходами. В ту пору, как гласит перепись, в Вечном городе промышляло около 6800 куртизанок, а все население Рима было немногим больше 50 тысяч человек. Такая потребность была всегда. Вы знаете, в тех городах, где особенно существуют какие-то места, через которые идут передвижения постоянные, и поэтому в основном все эти купцы, все это в основном мужское население. При этом понтификам все сходило с рук. Их могли убить ради власти, но никогда не наказывали за разврат. Бывший пират-неаполитанец Бальтазар Коса принял тиару под именем Иоанна 23-го. Однако позже его выборы объявили незаконными. Иоанн стал считаться антипапой и утратил порядковый номер. Его обвинили в пиратстве, убийстве, садомии и инцесте. То, что делали папы, ну, или отдельные представители пап, это, конечно, был полный диссонанс, и папы выглядели, ну, мягко говоря, не наместниками на земле, они выглядели просто как непотребные люди. Именно этим, я думаю, что в том числе и было продиктовано, ну, возможно, это было не главной причиной, но вот поведением пап в быту и, так сказать, на службе, и было продиктовано возникновение многочисленных тайных обществ. В постановлении о его низложении содержало 74 пункта, 20 не зачитали вслух по причине крайней непрестойности. Например, ему ставилось в вину изнасилование трехсот монахин. Обычного человека за такие прегрешения ждали бы пытки и мучительная смерть, а Акоссу в качестве наказания понизили в должности и назначили епископом Тускуланским. Церковь всегда считала себя находящейся на высочайшем уровне превыше своих собственных правил, это можно сказать не только о церкви, но и о любой великой мощной организации. Почему же те, кто должен был являть собой пример кротости, скромности и благолепия, вытворяли такое? Американский историк Джон Раппопорт полагает, что причиной тому вседозволенность. Они считают себя превыше закона. Они знают, что хорошо для всех остальных. Ватикан всегда так думал. Так что есть всякие прелаты, священники и всякие такие те, кто повыше заявляли, мол, у нас иммунитет к греху. Мы можем удовлетворять свои аппетиты полностью и нам ничего не будет, зато, потому что мы управляем всем, что вокруг, потому что мы главные, потому что мы знаем, что все, что мы объясняем людям, это обман. Такие разные понтифики. С одной стороны, святые, чудотворцы и мученики, жертвующие собой во имя веры. С другой, развратники и извращенцы-отравители. Как примирить их в рамках одной религии? Возможно, все дело в том, что первые понтифики принимали сан еще во времена гонений на христиан. Большинство поплатилось за это жизнью. Те же, кто пришел им на смену, были другими. Когда католическая церковь стала могущественной организацией, истинно верующие уступили место карьеристам, ищущим власти. Переломный момент наступил при римском императоре Константине Великом. Константин Великий одна из самых значимых фигур европейской истории, ибо он отец христианской Европы. С его приходом закончились века преследований. С его видения перед битвой у Мульвийского моста, когда он увидел в небе крест, началась легализация христианства в Римской империи. И он был покровителем этой новой религии. Он основал церкви в Риме на могилах апостолов в Иерусалиме у гроба Господня на месте его гибели и на месте воскресения. Поначалу Константин был язычником. Его мать, святая Елена, тайно исповедовала христианство и решила доказать сыну истинность истории Христа. Для чего отправилась в Иерусалим и устроила там настоящие археологические раскопки. И в 326 году в пещере недалеко от Голгофы ей удалось найти место, где хранилось три креста. Один из них благоухал мирой. И когда она нашла все три креста и когда на одном из крестов положили больному и он, так сказать, выздоровел, то стало ясно, что это именно тот чудодейственный крест. Вот. Крест разделили на две части. Одну из них Елена отправила сыну в Византию, другая осталась в Иерусалиме. В 638 году Иерусалим сдался арабскому войску. Крест разделили на части и вывезли в Европу. В Иерусалиме осталась лишь одна часть. Она-то и досталась крестоносцам. Но они рано обрадовались. В битве при Хаттине Саладин нанес сокрушительное поражение крестоносцам и забрал истинный крест. Возможно, мусульмане-фанатики уничтожили святыню. Но это маловероятно. Вы знаете, в это верили и мусульмане. Чудодейственный крест. И я знаю, что один из недавно умерших мусульманских халифов, он заболел раком. Тяжело заболел. И, имея колоссальные деньги, его никто не мог спасти. И ему к нему пришел один христианский священник и сказал, что вот я хочу уложить тебе частичку от древа креста Господня. И благодаря этому прожил еще 20 лет. Части креста Господня сегодня хранятся в Турине. Однако главной святыней этого города по праву считается Туринская плащаница. Это льняное полотно, в которое по преданию Иосиф Аримафейский завернул тело Иисуса Христа после его распятия. Когда плащаница была выставлена на обозрение, фотограф-любитель Секонда Пья сделал снимки и обнаружил на негативах человеческий лик. По мнению верующих, он является достоверным портретом Иисуса. Одно время ученые сомневались в подлинности этой реликвии. Было проведено тщательное ее исследование. Радиоуглеродный анализ показал, что ткань была создана в средние века. Но неужели знаменитая плащаница это фальшивка? Химик Андрей Иванов в последствии нескольких пожаров, в которых побывала святыня, могли существенно исказить результаты анализа. Вопросами загрязнения Туринской плащаницы органических привносок занимался не я, занимался Александр Васильевич Беряков с коллегами в частности из ФСБ, которые владеют этим методом анализа. И они выявили, что существенно может повлиять то загрязнение, которое могло упасть на Туринскую плащаницу и существенно сдвинуть возраст. А вот как на ткани появился нерукотворный лик, современная наука определить не в состоянии. Изображение находится на самой поверхности ткани. Оно проникает вглубь волокон не больше, чем на несколько микрон. Современные методы не позволяют воспроизвести ничего подобного. Кроме того, что мне стало интересно, она обладает еще и микроструктурой. То есть, если вы рассматриваете фотографию довольно качественно, то вы можете рассмотреть микроструктуру. Если экстрафировали лес, вы можете при хорошем решении найти рисунок листа и муравья обнаружить. Изобразить микроструктуру не удается даже самым искусным художникам. А вот на Лике Христа на Туринской плащанице такая микроструктура есть. Нарисовать такое невозможно. Это миллион штрихов на небольшом объеме. это автоматически отпечаталось то, что находилось рядом с Туринской плащаницей. Туринская плащаница хранится в специальном ковчеге в кафедральном соборе Турина. Увидеть ее можно лишь раз в 10 лет. Однако в Турине находится место не только христианским святыням. Этот город по праву считается самым мистическим местом в Италии. Герцоги Савойские были очень увлечены эзотерикой. Несмотря на то, что были католиками и посещали церковь, они всегда оставляли дверь открытой для иного. Мне рассказывали, что если кто-то в их доме болел, рядом всегда находились доктор, священник и маг. Город хранит воспоминания об алхимиках и магах, служивших при дворе правителей Турина герцогов Савойских. В свое время здесь побывали граф Калиостро, Граф Сен-Жермен, Казанова, Парацельс и даже Нострадамус. Будучи в Турине, Нострадамус жил в доме, которого сейчас уже нет. Дом назывался Домус Мороццо. На месте, где он стоял, был найден камень. Его сфотографировала журналистка Дембек. Надпись на камне говорит следующее. «Я жил там, где сходится ад, чистилище и рай. Кто меня уважает, будет прославлен. Кто меня презирает, будет разрушен навсегда». И по мнению эзотериков, эта надпись прямо указывает на два лица магического Турина. магия, который он хочет вспомнить. Считается, что в Турине сходятся два географических треугольника. Один треугольник черной магии. Помимо Турина, его вершинами являются Прага и Леон. Второй треугольник белой магии. Турин, Сан-Франциско и Лондон. Темные и светлые силы в этом городе постоянно противоборствуют, и город имеет два сердца. Темное бьется на Пьяцца Статута. Насколько известно из исторических источников, на Пьяцца Статута всегда происходили мрачные темные вещи. В римские времена там был Некрополь. В более позднюю эпоху стояла церковь Святой Инквизиции, где собирались братья-доминиканцы. Кроме того, здесь сохранилось место, которое до сих пор называют Кругом Повешенного. Раньше там вешали людей. На Пьяцце Статута находится монумент, на вершине которого возвышается Черный Ангел. Историк Лаура Ауди рассказывает, что согласно одной из легенд это Люцифер. Белые фигурки людей внизу монумента пытаются подняться к нему, но он движением руки отбрасывает их назад. Взгляд Люцифера устремлен к месту, где белый и черный треугольники соединяются. Это собор Гран-Мадре-де-Дио. По преданию под этим храмом захоронен священный Грааль. А скульптуры перед входом вера и разум несут в себе тайный смысл, связанный с пророчествами Настрадамуса. В Турине есть очень любопытная городская легенда о вратах дьявола. Эти врата, которые находятся во дворце графа Труки Левальдиджо, были построены буквально за одну ночь. Они просто выросли с нуля за одно мгновение. Есть предание, что построил их сам дьявол. Туринцы уверят, хозяин дворца граф Труки Левальдиджи продал душу дьяволу еще в юности. Нечистый помог простому парнишке разбогатеть и даже стать министром финансов при Савойском дворе. Разбогатев, Труки построил этот прекрасный дворец. Однако он долгое время остается без центральной входной двери. И вдруг за одну ночь она появилась. Да не просто дверь. В центре ее фигура дьявола, который держит во рту двух змей. Змеи это символ злых языков. и в бок две серпенты обротованы. Эти серпенты это символ малых языков, злых языков. Возможно, так Труки намекал окружающим, что его связи с нечистым всего лишь сплетни. Но кто знает, может быть, ворота со своим портретом ему действительно подарил дьявол. Ведь смог же враг рода человеческого сотворить целую Библию. Библия дьявола одна из самых таинственных книг в мире. Ее размеры поражают воображение. Высота фолианта чуть меньше метра, ширина почти полметра, толщина 22 сантиметра, а вес 74 килограмма. Состоит уникальная рукопись из 640 страниц. При этом 624 из них неплохо сохранились. Она была написана в начале 13 века чешским монахом, который, легенда такая, что он за ночь взялся написать книгу, которая потрясет мир, оказалось, что он этого не может сделать, и он тогда как бы вступил в контакт дьяволу. Главная загадка этой рукописной книги и ее авторство. Ученые установили, что огромная рукопись написана одним человеком, одним почерком. Однако для этого обычному человеку понадобилось бы писать не меньше 30 лет, причем без перерывов даже на еду и сон. Михаэль Хезиман полагает, что эта книга на самом деле написал не монах, а сам дьявол, с которым тот заключил сделку. Черт вошел в его келью, написал все, что знал, всю мирскую мудрость в одну книгу. И на эту книгу, судя по всему, было наложено проклятие. Прекрасная чешская легенда, и книга, она тоже существует. И то, что потом произошло с монастырем, где она была создана, а он был разрушен в 15 веке, приписывается этой проклятой книги. Что же заповедал людям дьявол в таинственной рукописи? Эта книга содержит совершенно несовместимые вещи. Святое писание и заклинание экзорцизма, тексты этимологии Сидора Сивильского и иудейской войны Иосифа Флавия, трактаты по древней истории, магии и медицине, набор различных заклинаний и сборник назидательных примеров для проповедников. Но главное, на 290-й странице манускрипта нарисовано уникальное портрет самого дьявола. В конце 30-летней войны таинственная рукопись была захвачена шведами и в качестве трофея увезена из Праги в Стокгольм. Чехи до сих пор мечтают вернуть Библию дьяволу. Вот что удивительно, церковь, сжигающая гораздо более невинные книги вместе с их авторами, на Библию дьявола никогда не покушалась. Более того, несколько поколений монахов под Лаженского монастыря изучали по ней святое писание. Зато римские клирики по совершенно непонятной причине ополчились на Джузеппе из Копертино, самого известного левитирующего монаха. В 1630-м году Джузеппе участвовал в крестном ходе и вдруг внезапно приподнялся в воздух. Такие случаи стали повторяться и вскоре Джузеппе стал известен как летающий святой. Церковь, опасаясь, что это явление приведет к нездоровому любопытству и созданию культа, отправила его в монастырь. Изолировала там, но члены ордена, монахи, продолжали наблюдать, как он левитирует. И однажды во время молитвы в присутствии многочисленных свидетелей он поднялся так высоко, что смог прикоснуться к верхней части стоящего креста и обнять его. Это невозможно представить и тем более объяснить. К сожалению, исследовать это чудо современными методами не удастся. Случаи левитации и в средние века были довольно редки, а в наше время прекратились вовсе. Но остались многочисленные свидетельства этого чуда и очевидцам можно доверять. Люди видели своими глазами не то, что это съемки непонятно чего. Это можно все что угодно сделать. За уши поднять и показать, что это самое. Поэтому когда происходит такое состояние духовное очень высокое, что человек может оторваться от земли в своем молитвенном экстазе, как угодно это называете, понимаете? Что было, но было. Свидетелями чуда были многие известные люди, приезжавшие в монастырь на Богомолье. Среди них кардинал Факинетти, будущий папа Иннокентий IX, принцесса Мария Савойская, прославленные врачи, хирург Франческо Пьер Паоли и терапевт Джачитто Карузи. А случайно оказавшийся там протестантский князь Йохан Фридрих был так потрясен, что перешел в католицизм. Это действительно происходило. Это великое чудо. Но чудо предполагает преодоление законов природы, доказывающие, что творец их создавший может их и нарушить. Вот я сейчас покажу вам изображение XVII века. Он левитирует на глазах у зрителей. Это подтверждение того, что он левитировал. На 60 метров поднимался. Но самым масштабным и необъяснимым из католических чудес прошлого столетия остается явление Богородицы в португальском городке Фатим. Неграмотным детям 13 мая 1915 года явилась Дева Мария, когда они пасли овец в горах. И она сказала им приходите 13 числа каждого месяца. А первое явление произошло 13 мая. Дети так и делали. И в конце она обещала им, что произойдет чудо, свидетелями которого станут все люди. Разумеется, поначалу рассказы детей взрослые восприняли как выдумки. Но вскоре случилось обещанное Девы Марии чудо. И действительно 70 тысяч человек увидели это чудо. В дождливый беспросветный день солнце пробилось сквозь тучи и моментально высушило одежду всех, кто это видел. Высушило землю в одно мгновение, потеплело и солнце будто танцевало на небе. Это было совершенное чудо. Ничего подобного в новейшей истории больше не было. Самая важная часть фатимского чуда это послание, которое передала через детей Богородица. Три неграмотных ребенка очень точно запомнили эти пророчества и пересказали их. В первом послании сказано, что Первая мировая война скоро кончится, но если человечество не одумается, начнется новая война еще страшнее. Обращению России в христианство посвящена большая часть фатимских пророчеств. Самая важная их часть, ибо явление в Фатиме произошло незадолго до событий Октябрьской революции в России. Дева Мария предсказала, Россия распространит свои ошибки на другие страны. Множество городов и людей будет уничтожено. И началась Вторая мировая война. Еще Богородица предсказывала, что Папа Римский будет сильно страдать, но в конце концов он посвятит Россию непорочному сердцу Богородицы и обратит в христианство. И во всем мире, как и в Европе, воцарился мир. 13 мая 1981 года в годовщину фатимского явления покушение на Иоанна Павла Второго. Он чудом выжил. Врачи были поражены, потому что ранения были по сути смертельными. Но пули невероятным образом не задели, обогнули жизненно важные органы, отклонившись от них буквально на пару миллиметров, и Папа выжил. Три года спустя, в 1984 году, Иоанн Павел Второй провел обряд посвящения мира Богоматери. Спустя год к власти пришел Михаил Горбачев. Однако Третье пророчество Богородицы осталось закрытым. Говорят, что в нем есть сказания и о будущем России. Но, понимаете, говорить о том, что скрывается, и объявлять, что скрывается, мы не можем по одной простой причине, потому что это известно может быть только одному человеку. И только новый Папа становясь, он скрывает тот конверт, который ему оставил предыдущий его предшественник. И только Папа знает. И он уже решает, наступил ли тот момент, когда нужно об этом сообщить, или не наступил. Поэтому говорить о том, что скрыто, можно все, что угодно, но на самом деле никто не знает, что на самом деле там. История католической церкви похожа на маятник. Его качает из одной крайности в другую. Роскошь мяскеза. Разврат и целебат. Убийство и исцеление. Интересная есть Фома Аквинского отповедь. Когда ему папа сказал, что вот смотри, как церковь поменялась. Сейчас раньше она была не нищенствующей, а теперь она вся в золоте. На что Фома Аквинский сказал, да, но раньше церковь могла сказать безногому встань и иди, а сейчас она этого сказать не может. В начале средних веков на смену святым великомученикам пришли злостолюбцы и отравители. В новое время маятник качнулся в обратную сторону. Однако Ватикан, как и раньше, продолжает прятать от мира множество тайн. И за прошедшие века их не стало меньше. Громкий скандал разразился в январе 2014 года в Великобритании. Полицейское управление Скотланд-Ярд обнаружило крупный заговор в своих летах. По мнению следователей, за ним стоит могущественная организация «Масоны». Сразу несколько авторитетных британских изданий опубликовали секретный отчет Скотланд-Ярда о заглавленной операцией «Тибериус». В нем есть данные о попытках масонов влиять на ход уголовных дел через полицейских, которые состоят в тайном братстве. Лондонский департамент полиции комментариев по этому делу не дал. Равно как и объединенное Великое Ложа Англии, которое возглавляет принц Эдуард, герцог Кенский. Масонов называют теневым правительством мира. Им приписывают все важные политические решения последних трех столетий. Их мнят вдохновителями всех крупных войн и революций. Этот орден представляет настолько могущественным, кто же они, масоны, и насколько они влиятельны. Может показаться невероятным, но орден реально существует. Более того, в мире есть только одна сила, которая ему противостоит. Возможно, именно она и нанесла удар по его полицейским агентам. Это одно из самых засекреченных святилищ в самом центре Рима. Посторонним вход сюда закрыт, и мало кто из простых смертных, не говоря о съемочных группах, переступал порог этого необычного храма. В этих стенах рождаются, возможно, самые важные политические идеи в мире. Именно здесь, а не в Ватикане, находящемся в паре километров, решается, как должна жить и что должна думать западная цивилизация. Это главная итальянская церковь масонов. Одно из первых лиц в масонстве, великий суверенный командор Великой Ложи Италии Луиджи Пурнетти, впервые пустил журналистов «Святая святых» и любезно согласился провести для нас небольшую экскурсию. Прежде всего он рассказал, откуда взялись масоны. Объединение под названием «Масонство» зародилось в Лондоне в праздник святого Иоанна в 1717 году. И у этой организации удивительная судьба. Почти мгновенно этот тип общности распространился по всей Европе, особенно во Франции и Нидерландах. Уже в 1730 году оно имело большие активные центры в Париже и Леоне. В 1731 году приходит в Италию. По официальной версии это тайное общество произошло из средневековых корпораций европейских строителей. Изначальное название «фри-масонка» в переводе означает «вольный кометщик». Однако ряд исследователей утверждает, что знания, структуру и цели они унаследовали от католического духовного ордена рыцарей-тамплиеров. А тем якобы удалось постичь знания древних египетских жрецов, сохранившиеся на святой земле. Католическая церковь сначала благоволила духовным орденам госпитальером ионитом или рыцарем мальтийского креста иезуитом тамплиером. Первое время масоны считались чуть ли не правоприемниками последних. В деятельности католического мира, скажем так, всегда было то, чего, скажем, никогда не было в православии. Это некая деятельность закрытых структур. Ну, мы знаем классику иезуиты, опус деи теперь, и так далее, и тому подобное. Есть менее известные ордена. Конечно, все это связано в значительной мере именно с этим. И вот здесь мы должны вспомнить знаменитую идею иезуитов о том, может, это лозунг, что цель оправдывает средства. Власть, стремление к власти любым путем. Масоны всегда умели хранить свои секреты. Что происходило за дверями их тайных собраний, не знал никто. Далеко не сразу Ватикан установил, что мировоззрение масонов, как людей образованных и просвещенных, было далеко от догматов католицизма. В ряды вольных каменщиков брали представители всех конфессий. Главное, чтобы человек был умен и влиятелен, то есть мог послужить братству. И очень скоро масоны поняли, что представляют собой серьезную силу, не меньшую, чем даже сам Ватикан. И начали строить свою корпорацию. Туда могли вступать протестанты, католики, евреи. Это явное преимущество масонства, потому что мы в 18 веке. Это век толерантности, это век английской теории общественного договора. это век, который положил начало борьбе против предвзятого отношения к людям по причине их социального положения или религиозных убеждений. Сегодня по общим оценкам масонов во всем мире насчитывается около 6 миллионов человек. Из них около полумиллиона в Великобритании и почти 2 миллиона в США. Это основные по численности ложи. Казалось бы это ничтожно мало против миллиарда правоверных католиков, слепо внимающих воли и каждому слову Папы Римского. Но все дело в том, кто конкретно входит в масонское братство и с какой целью. Масонство по своему происхождению было антицерковным. Они назывались вольными мыслителями в том смысле, что стремились уйти от повсеместного влияния церкви. Масонство это власть, это большие банки, это денежные потоки. Главный масон Италии Луиджи Бронетти считает, что именно члены тайных обществ в конце 18 века сыграли ключевую роль в создании независимых Соединенных Штатов Америки. Первое, что они сделали, революцию и войну за независимость. Масоны были авторами Конституции и Декларации независимости США. Масонство играло роль, например, в формировании политической и социальной среды абсолютно нового типа Соединенных Штатов Америки. Достаточно сказать, что в Конгрессе Филадельфии, где зародился проект создания Соединенных Штатов Америки, из 56 делегатов 50 были членами масонских лож. Самый первый американский президент Джордж Вашингтон несомненно был масоном. Именно с его избрания возникла традиция ставить во главе государства членов тайного общества. Выборы лишь видимости. Стратеги закулисья к тому времени умели управлять общественными. Но самое важное даже не это. По мнению главного научного сотрудника Института США и Канады Владимира Васильева, вся Америка была создана масонами и для масонов. Целое государство как инструмент влияния. Это страна, которая несет в мир демократию. Но демократию не в понимании политического устройства. Для чего это нужно? Потому что демократия, она как бы является идеальной формой для того, чтобы страной управляли секретные общества. Вот эта тонкость, которая была и сделана, и апробирована. Отцы-основатели США, они только не скрывали свою принадлежность к тайному братству. С помощью государственных символов они заявили всему миру, кто они такие. Но эти символы тоже может читать лишь посвященные. Долларовые купюры, не просто валюта, а целые масонские послания. На этих купюрах есть масонский символ, пирамида со всевидящим оком наверху. В этой пирамиде 13 слоев. В гербе этой страны 13 стрел, 13 маслин, 13 пучков травы у пирамиды. Действительно, отцы-основатели Соединенных Штатов Америки заимствовали у масонства и другие подходы. Например, любовь к символическому изложению, посланием, которые можно было в полной мере понять, лишь зная определенные вещи и имея навыки, то есть обладая ключами к ним. Достаточно обратить внимание, например, на основание столицы Соединенных Штатов Америки, города Вашингтона, на красноречивую символику монументов этого города. На церемонии заложения основных зданий или же на некоторые символы Соединенных Штатов Америки, которые хорошо видны на банкноте в один доллар. Тайные общества не только создали Америку, они до сих пор ею управляют. Как утверждает историк Андрей Синельников, почти все американские президенты и многие ключевые фигуры политической структуры США, это выдвиженцы секретных обществ. Их миссия выражена в символах на долларовой купюре. Новос орда секлорума. Новый порядок на века. Они выращивают себе смену из тех студентов, которые прошли через эти всякие черепа и кости, лайнс-клубы, ротори-клубы. Поэтому, соответственно, они имеют большое влияние на политику, потому что ее члены в этой политике просто живут. В кампусе Ельского университета располагается вот этот старинный особняк, его называют склеп. На фасаде нет окон, на дверях висят большие замки, а на крыльце табличка, запрещающая вход посторонним. Этот необычный дом собственность студенческого братства. И в этом не было бы ничего особенного, ведь в американских вузах очень популярны подобные сообщества, если бы не одно но. Название этого клуба череп и кости. Это одна из самых древних и влиятельных тайных организаций в США. Ее членами являются президенты, известные политики, крупные бизнесмены, банкиры и руководители силовых структур. Этих людей объединяют клятвы, скрепленные кровью. И именно они принимают решения, влияющие на весь мир. От них зависит цена на нефть или начало войны в любой стране. Ясно, что они всегда не афишируют, но они обладают такими огромными финансовыми ресурсами, обладают гигантскими возможностями, что об этом просто надо говорить, кричать на всех углах и говорить людям, чтобы люди знали об этом, что многие люди об этом даже и не догадываются. Членов братства череп и кости не секрет. Каждую осень со дня своего основания в 1832 году таинственный орден пополняется 15 студентами Ельского университета. Среди претендентов представители только самых знаменитых американских семей. Промышленные магнаты Фелпса и Уитни, миллиардеры Рокфеллеры, политики Тафты, нефтяники души. Попасть в этот узкий круг избранных постороннему человеку невозможно. Со студенческой скамьи приверженцы ордена стремятся к власти и деньгам, а их старшие братья помогают им в этом. Только представьте, три президента Соединенных Штатов Америки были членами Тайного Общества Череп и Костя. Но настоящее могущество ордена обычно американцы увидели в 2004 году во время предвыборной президентской кампании. Два основных конкурента Джон Керри от Демократической партии и Джордж Буш от Республиканцев на публике были непримиримыми оппонентами. И казалось, что этих политиков ничто не может связывать друг с другом. Но сенсацией оказалась новость, что оба потенциальных претендента на главный пост страны являются выпускниками Ельского университета. Мало того, они оба члены тайной организации Череп и Костя. Для экспертов это не стало открытием. Именно орден спонсировал кандидатов. И независимо от результатов голосования в Белом доме будет сидеть свой человек. А значит интересы членов закрытого клуба будут всегда в приоритете. Демократия это все для дураков. Понимаете? Все кандидаты являются членами масонских лож. И кто из них придет для них по большому счету это по барабану разница. Понимаете? Все равно они будут выполнять волю этого комитета 300, который им будет ее диктовать. Вот и все. Но многие специалисты считают, что реального влияния на мировую закулису у ордена Череп и Костя нет. Все самые главные как Бельдербергский клуб, который объединяет не только американскую элиту, но и самых влиятельных людей планеты из разных стран. Эксперты утверждают, что именно эти люди разработали теорию золотого миллиарда. Идея этой доклины проста. В ее основу ходят исследования, которые заказали члены Бельдербергского клуба в 70-х годах прошлого века. Ученые сопоставляли количество полезных ископаемых на Земле и предположительный рост населения планеты. Результат оказался ошеломляющим. Выяснилось, что природные ресурсы на Земле ограничены. И для комфортного проживания в третьем тысячелетии на всех землян природных ресурсов не хватит. А хватит только для одного миллиарда человек. И вот этот комитет 300 сформулировал теорию золотого миллиарда. В течение 100 лет на Земле должно остаться не более миллиарда людей, для которых хватит природных ресурсов. 5,5 миллиардов землян подлежат безусловному и поголовному уничтожению. В золотой миллиард входят США, Канада, Западная Европа, Израиль и Япония. По плану население всех стран должны быть сведены к минимуму. По словам экспертов, добивается этой цели тайная организация самыми разными способами. В бедных африканских странах это искусственное распространение всевозможных инфекций и вирусов, от которых гибнут миллионы людей. С арабскими государствами следует справиться с помощью революции и гражданских войн. Ресурсы энергетические, сырьевые России в настоящее время на душу населения у нас в 10 раз больше, чем в Соединенных Штатах Америки и в 28 раз больше, чем в Западной Европы. Поэтому окончательным целью мировой закулисы является не Северная Африка и не Ближний Восток, окончательной целью замыслов мировой закулисы является Россия. Россия не входит в список золотого миллиарда. И эксперты не сомневаются, что наша страна тоже станет жертвой тайного мирового клуба, а может уже стала. Распад СССР по мнению специалистов это не что иное, как попытка захвата богатых месторождений и скопаемых. Захватить раздробленный регион, обуреваемый междоусобными конфликтами, проще всего. Это всего лишь бизнес, борьба за ресурсы. Америка провоцировала вот эти вот революционные движения, которые она считала как формы распространения демократии. Во всяком случае, так сказать, свержение монархических режимов всегда шло как форма установления демократических вещей. Это амбивалентность, это может быть немножко такое представление, что вот, но Америка в этом смысле была вот в этом смысле, она как бы страна, провоцирующая революцию. США и прежде всего масонские финансовые круги расценивали СССР как колониальную империю с 15 республиками во главе с Россией и применили свой проверенный план провоцирования колоний на отделение от метрополии. Ранее они успешно проделали это с Великобританией, Францией, Португалией. По мнению историка Джона Рапопорта, в наши дни мы наблюдаем то же самое, только под колониями России имеются в виду уже субъекты Российской Федерации. И наиболее удобное слово для того, чтобы описать это глобализм. Это слово обозначает идею о том, что теперь личности не имеют значения. Сама идея личности должна быть уничтожена. Все должно быть для группы, коллектива, массы. Что суверенные нации должны перестать существовать. Россия осталась единой. Военные конфликты в стране не вышли за пределы Северного Кавказа. Африканский сценарий с распространением эпидемии здесь не работает. Но она ведь и уверена. Мировая закулиса нашла другой способ, чтобы уничтожить население нашей страны. Алкоголь. Алкоголь всегда считался оружием массового уничтожения не только людей, но и целых народов. Алкоголем были уничтожены индейцы в Америке. В 1942 году Гитлер это опасный враг нашей страны. Он формулируя основу оккупационной политики на завоеванных восточных территориях в своей директиве написал всего три предложения. Необходимо свести славян до языка жестов. Никакой гигиены никаких прививок. Только водка и табак. Это звучало бы невероятно, если бы неофициальная статистика. Ежегодно из-за злоупотребления алкоголем в России умирают 700 тысяч человек. Это население крупного города средней полосы. Еще одна проблема алкоголизма. Рождение физически или умственно неполноценных детей. По данным ученых это 160 тысяч младенцев в год. По прогнозам специалистов к 2015 году по сравнению с 1995 численность населения России сократится на 20%. А в последующем будет уменьшаться вдвое каждые 25 лет. Эксперты уверены, что доктрина золотого миллиарда работает. И для нашей страны мировая закулиса приготовила только один вариант дальнейшего существования. это нищета, низкий уровень жизни и вымирание. Но остальная часть человечества она должна естественным образом вымереть. А остаться только та часть, которая будет обслуживать золотой миллиард. В июне 1991 года в германском городе Сант на встрече бильдербергского клуба Дэвид Рокфеллер заявил, мир сегодня более совершенен и более предрасположен к созданию единого мирового правительства. А уже через два месяца Советский Союз прекратил существование и мир стал однополярным во главе с Соединенными Штатами. Как это ни странно, как это вот не парадоксально звучит, где-то Америка это страна, которая очень сильно провоцировала и провоцирует революции. Вот там, где происходит революция, это я подчеркиваю демократически. В этом смысле как бы вот она, вы видите ее цивилизационную роль. Вот она и здесь находит свое проявление. По мнению итальянского политолога Джульетта Кьезе, не только масоны стремятся к мировому господству. На мировой политической арене есть еще один мощный игрок, Римская католическая церковь, идеологический центр Старой Европы. И подоплека важнейших событий лежит в противостоянии Ватикана и масонства. Все, что происходит среди элиты Старого Света и США, по сути, борьба двух глобальных группировок. Это группы, которые сталкиваются между собой, потому что они разделены по интересам, и поэтому, когда они выходят на мировую арену, они или заключают временные союзы, или дерутся. Так исторически сложилось, потому что вся мировая финансовая система находится в руках представителей этих двух лагерей. Им нужны новые ресурсы, рынки сбыта для продукции своих транснациональных корпораций, и адепты, готовые отдать кошелек и жизнь тем, в кого они верят. Власть находится в эпохе главного денег. Деньги являются самым главным, возможность ими регулировать, манипулировать, являются главной силой властных структур, которые управляют миром. По мнению историка масонства Альдамолы, эта война началась, когда в Европе возник так называемый Орден Иллюминатов. Братство Иллюминатий означает «Просвещенные». Был основан в 1776 году профессором юриспруденца Ингольштадтского университета Адамом Вейсгауптом. Оно является одним из самых закрытых среди всех тайных обществ. В Орден с большой охотой входили ученые, политики, рационально мыслившие предприниматели. Все те, кто искал альтернативы церковным догматам и стремился к торжеству разума над суеведением. С одной стороны в ложу вступали, чтобы хранить традиции Джезуэ Кардуччи или Джованни Пасколи, этих великих масонов прошлого. Но с другой стороны хотелось иметь контакты с англо-саксонскими и американскими ложами, которые могли открыто быть масонами в своих странах и не скрывать этого. Это удивляло итальянцев, а иностранцы не могли понять отношение к этому в самой Италии. Иллюминаты немедленно стали злейшими врагами Ватикана и подверглись гонениям и преследованиям. Они нашли сочувствие и приют в масонских ложах. А позднее, по мнению некоторых историков, постепенно окрепли и захватили власть в масонских структурах, используя их хорошо налаженные обширные связи для распространения своего влияния по всему миру. В Германии членами этого ордена были многие известные люди. И среди них такой человек, как Иоганн Вольфган фон Гетт. Своей основной задачей они считали просвещение, даже в его антиклирикальном проявлении. В результате внутри масонского сообщества возник отдельный тайный орден, не подконтрольный никому. И он стал серьезным политическим конкурентом Ватикана. Влияют ли они на политику или не влияют, я могу сказать так, и однозначно, любая организация общественная на политику влияет. По одной простой причине, что она организована, имеет своих членов, имеет свои уставы, имеет свою иерархию и свою лестницу послушания. Под давлением Ватикана в 1784 году Братство иллюминатов было официально запрещено баварским правительством, что заставило его еще глубже уйти в подполье. Только соблюдение строжайшей секретности могло обеспечить им безопасность. Однако слухи о воинствующем сообществе интеллектуалов распространялись в академических кругах и в Братство начали вступать лучшие ученые Европы. Именно иллюминаты сформировали костяк нового ордена масонов. Но и у них было множество направлений. Ионитская, старый добрый шотландский устав. Они существовали внутри единого масонского учения. Консервативная позиция римской католической церкви противоречила реальным времени, что позволило иллюминатам серьезно укрепить свои позиции сначала в Европе, а потом и в Америке. Привлечение большого числа крупных ученых позволило им стать реальной силой в экономике и политике. Представители Братства попали в британский парламент, казначейство США, участвовали в создании банков и бирж, учреждений, университетов и научных фондов. То, что масоны влияют на политику Америки, безусловно, по одной простой причине, что их несметное количество в Америке. И практически все президенты американские, они имели послушание в масонстве. Мало этого, масоны заняты тем, что они патронируют студенческие организации. Студенческие организации Еля, Гарварда, Оксфорда. В 1892 году папа Лев XIII выпустил энциклику, утверждающую, что масоны пытаются возродить обычаи язычников и установить царствие сатаны на земле. Этого масона стерпить не пожелали. После чего, как полагает историк тайных обществ Юрий Воробьевский, адепты тайных обществ стали внедряться в иерархию Ватикана или же перевербовывать духовенство на свою сторону. Это принесло свои плоды. В 1981 году папа Иоанн Павел II официально разрешил католикам становиться членами масонских лож. В 80-е годы прошлого века мы помним, что появилась энциклика, которая вообще сняла запрет на участие, формальный запрет, хотя бы формальный, на участие католиков в масонских ложах. В итоге, в итоге, вот, все, о чем я говорю, является, как мне кажется, такой духовной основой для сращивания католических структур, в первую очередь, я думаю, вот этих вот закрытых организаций. Но победил ли кто в этой многолетней непримиримой войне? Историки полагают, что папство было фактически разрушено масонами еще в 1958 году. Это было кульминацией 200-летней кампании по проникновению масонов в католическую церковь и ее уничтожению. Считается, что понтифики Иоанн XXIII и его преемник Павел VI уже состояли в масонских ложах, а Иоанн Павел II лишь узаконил свершившееся. У нас есть разнообразные группы, такие как Совет международных отношений, Тройственная комиссия, группа Бильдерберга. Они пытаются сдвинуть мир в эту сторону. Ватикан это одна из групп, которая пытается сдвинуть мир в эту сторону и заявить о своем месте в системе управления миром посредством сильного влияния на Евросоюз. посредством серьезного влияния на определенные банковские решения, которые делаются в ЕС и в США. Но что за игра на самом деле происходит в мировом закулисье? Ведь Ватикан ведет себя по-прежнему. Кто является двойным агентом? Конспирологи утверждают, что во всех бедах мира виноваты транснациональные корпорации и банкиры, готовящие заговор против человечества. По мнению историка тайных обществ Джона Рапопорта это в некоторой степени может быть веком. Но это та часть правды, которую хочет показать враждующая сторона. Церковь очень разумна и занимается планированием будущего. Я имею в виду следующие 100 лет, следующие 200 лет. Где мы будем, как мы будем себя позиционировать, как мы сможем достичь наибольшей степени влиятельности, сохраняя лицо человечности и благотворительности и добра для всех. Как полагает американский политолог Джон Рапопорт, Ватикан это тоже гигантская корпорация. Есть генеральный директор в лице Папы Римского, который управляет всем и является лицом компании. Однако утверждать, что понтифик управляет всем Ватиканом может лишь человек, не сведущий. И как и в любой корпорации, нужно смотреть на то, кто находится в совете директоров. Кто те люди, которые инвестировали больше всего в эту корпорацию? Теперь мы уже говорим о суммах за кулисами. Предположительно, несколько высокоранговых иезуитов в любом временном отрезке. Мы говорим о людях, которые являются банкирами, связанными с Ватиканом, у которых есть громадные суммы денег, финансисты. Эти люди тоже участвуют в принятии решений, ведь никогда не следует думать о Папе как о человеке, который принимает все решения самостоятельно. по официальным данным, активы Ватикана в 2013 году составили более 6 миллиардов евро. Но это обнародованная цифра. По мнению аналитиков, финансовый резерв Ватикана в десятки раз больше. Некоторые эксперты называют суммы в сотни миллиардов долларов. А это весьма серьезные деньги для государства общей площадью в 44 гектара и с постоянно проживающим населением в 821 человек. И за доступ свободно распоряжаться папской кассой всегда шла борьба. Но откуда у святых отцов такие деньги? Во-первых, это всевозможные доходы, которые имеют от чего. Плюс просто пожертвования существуют. Плюс естественно банковская деятельность, которая дает какие-то проценты, накрутки и все прочее. Точную сумму никто никогда не назовет. Но то, что это не десятки, а сотни миллиардов долларов, в этом нет никакого сомнения. Поэтому всегда был интерес к этим деньгам. Потому что многие хотели извлечь финансовую помощь себе. Поэтому многие пытались к этому делу как-то пристроить, назначить своих, чтобы их человек стоял пусть даже не во главе банка, в тех кругах, которые занимаются решением финансовых вопросов. Банк Ватикана самый уникальный банк в мире. Он не следует ни одному финансовому законодательству, подчиняясь только своим традициям. Его сотрудников не могут допрашивать ни правоохранительные, ни налоговые органы. И в этом его уникальность для тех, кто не хочет раскрывать свое состояние и свои финансовые операции. это один из ну их по пальцам одной руки пересчитать банков, которые совершенно непрозрачны. Мало того, что они непрозрачны, они имеют отношение со всеми непрозрачными банками мира, а в соответствии с этим они могут в себя втягивать деньги, не имеющие справки о происхождении, и выдавать их уже белыми. То есть это некая такая большая стиральная машина для международных мафиозных денег. Эта информация будет скрыта не хуже, чем тайна исповедения. Здесь никогда и ничего не говорят ни о клиентах, ни об их счетах. Данные здесь не обрабатываются электронным способом, что исключает возможность проникновения через компьютерные сети. И ни при каких обстоятельствах банк не публикует отчеты. Политолог Джон Рапопорт считает, что Святой Престол идеальная структура для сбора материальных ценностей от верующих людей, от бизнесменов, от компаний и корпораций, которые управляются католиками. Это очень огромная сеть, которая оперирует уже 26 сотен лет. Так что очевидно, что мы с вами говорим об огромных накоплениях тайных богатств. Эти богатства делались веками. Например, в третьем веке нашей эры мы можем говорить о накоплениях в виде земель, золота, сокровищ, активов, коллекционных деньгах, инвестициях, банковской системе, которая была изобретена и распространилась по всей Европе и которая точно благоволила церкви. Я считаю достаточно достоверным фактом то, что знаменитая банковская семья Ротшильдов работала в виде банкиров Ватикана. Однако два мировых идеологических полюса масонство и церковь, наука и религия до сих пор тесно связаны. В 2010 году католическая церковь активно стремилась к созданию нового мирового центра банка, который отвечал бы за регулирование глобальной финансовой индустрии и международной денежной массы. Значительная часть денег клана Ротшильдов в действительности пришла из Ватикана, который они могли инвестировать. Теперь эти деньги невозможно отследить, это просто нереально. Потребуется порядка ста лет, чтобы исследовать историю и детализировать те места, откуда приходили те деньги и как они использовались. Но цифры, которые предоставляет церковь, определенно являются ложными. У нас есть только 150 миллионов долларов в Америке. Ага, точно, это мелкие монетки для Ватикана. У них есть невероятные объемы денег, активов, земель и людей, которых они контролируют. Но кто же помогает охранять самые разные тайны святых отцов католической церкви? Какая структура является той спецслужбой, которой беспрекословно подчиняются и боятся все кардиналы и епископы? Совсем недавно на авансцену католического христианства вышла таинственная светская организация Опус Деи. Многие историки тайных обществ предполагают, что за симпатичной вывеской беззаветного служения Господу скрывается самая настоящая карательная структура. Оказывается, многие чиновники различных государств Европы состоят в этой организации. Существует информация, что люди, имеющие прямое отношение к ордену или сочувствующие, находятся чуть ли не в правительствах многих государств Западной Европы. Там, скажем, итальянские эксперты, как я помню, сравнивали деятельность, уже современную деятельность Опус Деи с деятельностью в свое время печально известной ложи Пи-2, которая готовилась к государственному перевороту. По информации историка Юрия Воробьевского, хотя орден Опус Деи светский, все его члены должны быть холостыми или оторванными от семей Агуссов, а также жить отдельно от своих родных. Все они должны быть успешными в какой-либо сфере профессиональной деятельности. Самым важным моментом является то, что член этого ордена без особого специального распоряжения не имеет права раскрыть свое членство в этой структуре. Ну вот по официальным заявлениям самого ордена вроде бы сейчас их там что-то ну в мире 80 с чем-то тысяч. Сколько на самом деле трудно сказать. Но от какой структуры должен был защищать Святой Престол орден Опус Деи? От кого исходила непосредственная опасность? Считается, что причиной ватиканского скандала стала масонская ложа пропаганда-2 под руководством некоего Личо Джелли. Это видно из самих заявлений Личо Джелли. Мы это группа людей заявлял он. То есть Личо Джелли собирал адептов в самых разных сферах политической власти в Италии и делалось это в качестве стратегии масонской ложи Пи-2. Масонство это современная мафия. Смогло внедрить своих людей во все основные государственной области в Италии. В полицию, в отряды карабинеров, в армию, в банки, в государственные структуры и даже в суды. Более того, даже во всей структуре государственного аппарата Италии у них есть свои люди. Она активно участвовала в политической жизни Италии, Аргентины, Уругвая, Бразилии. Но совсем не политическими методами. После аннулирования патента ложи ее членам были предъявлены обвинения в терроризме и связях с мафией. Кроме того, Пи-2 иногда называли государством в государстве или теневым правительством. стратегия напряженности, начатая в 1969 году вместе с бомбой в банке Делла Агрикультура на площади Фонтана в Милане, мы можем увидеть, что практически ни один из уголовных процессов, проходивших последние 40 лет, так и не привел никакому приговору. Это очень помешало объективному расследованию различных преступлений. Более того, когда начиналось новое следствие в отношении одного или нескольких членов теневого правительства ложи Пи-2, сразу мобилизовывался весь их пособнический аппарат, так писали итальянские СМИ. Якобы только этим можно объяснить, почему ни один из уголовных процессов надмасонской мафией так и не был доведен до конца. На каждой стадии есть кто-нибудь, кто способен сунуть палку в колеса, помешать движению вперед. Таким образом у них есть мощная организация, работающая на криминальных принципах и связанная круговой порукой. В Италии мы это наблюдали слишком явно, абсолютно очевидно, но естественно эти мафии имеют и международные связи. По мнению итальянского историка масонства Альдамолы, достоверно неизвестно, почему же заказу было начато преследование ложи Пи-2. Официально считается, что депутаты итальянского парламента инициировали проверки этой ложи. Однако есть предположение, что на самом деле за преследованиями масонов стояла римская курия, главный административный орган Ватикана. Она-то и дала команду уничтожить масонов. По мнению аналитиков, это был всего лишь новый виток клановой борьбы, в котором могли использоваться любые средства, вплоть до сфабрикованных обвинений. Вспомним две волны преследований масонства. Первая волна принесла преследование ложи Пи-2 и обвинение ее в самых различных преступлениях. Члены ложи видели свои имена в журналах как преступников. Итальянское общество их осуждало, но затем суд Рима полностью их оправдал. Вторая волна преследований масонов прокатилась в 1992 году. Альда Мола связывает ее с прокурором города Пальми Августином Кордовым, который запросил списки всех масонов Италии. В прессе масонов представляли как преступников. По чьей указке действовал прокурор до сих пор является тайной. Процесс лопнул как мыльный пузырь. за отсутствием улик. Но массы под впечатлением от публикации в средствах массовой информации уже начали демонизировать масонство. Это мнение и демонизация братства масонов обществом затем стало причиной возобновления расследований по ложам пропаганда 3 и пропаганда 4. В декабре 2009 года итальянские исследователи обнаружили связь между Ватиканом и мафией. Был это ответный удар со стороны масонского сообщества или нет до сих пор тайна за семью печатями. Но факт остается фактом. Полиция по борьбе с финансовыми преступлениями проверила транзакции Банка Ватикана. И выяснилось, что за два года через счета Банка Ватикана было проведено свыше 180 миллионов евро в виде чеков. Я думаю, что изначально этот банк наверное создавался ради того, чтобы оторваться от этой мировой финансовой банковской мафии, которая существует, чтобы быть независимыми. В какой-то мере это наверное удалось. А сейчас существует информация об очень печальных процессах, связанных с наркомафией и так далее. А вы знаете, без наркодолларов, без наркофунтов, без нарко там, иен и так далее, я думаю, что вот тем закрытым структурам, о которых мы говорим, не обойтись. Итальянский политолог Джульетто Кьезо полагает, что эти обстоятельства, а также финансовые махинации и коррупции в Ватикане заставили покинуть свой пост предыдущего папу римского Бенедикта XVI. Церковь, которая сливается с финансами и становится таким образом одним из главных действующих лиц финансовых схем, как это произошло в истории Италии, это церковь, которая пересекается в своих делах с делами мафии, с организованной преступностью. Но прежде всего, с философской точки зрения, католическая церковь на протяжении XX века слилась с западным образом жизни. Она стала идентифицироваться с ним. В первой половине XX века это было не так очевидно, но со второй половины для католической церкви, как для духовной силы, это превратилось в ее серьезный недостаток. Более того, политолог считает, что причины всему внутри корпоративные расприки и неверно выбранная стратегия. Папа Бенедикт XVI не захотел взять на себя ответственность за те решения, которые были приняты коллегии кардиналов за последние годы. Прежде всего, это относится к признанию теории эволюции Чарльза Дарвина. Я думаю, что кризис, который привел к отставке Ратцингера, папы, который недавно сошел со сцены, и к приходу папы Франциска, означает, что кто-то начинает понимать, что если церковь останется без изменений, она будет обречена потерять статус вселенской, статус проповедника номер один в мире. Она не может им быть, потому что весь мир, его большая часть, вращается по другим орбитам. Джон Рапопорт полагает, что и Ватикан, и масонов объединяет еще одно. Все страны должны объединиться в глобальную систему управления. И эта система должна управляться из единого центра, так же, как управляется Европейский Союз. А сверхзадачей этого проекта станет одна большая страна с единственной религией. И основной скачок в этом направлении был сделан за последние 20 лет. Так что Ватикан очень-очень важный игрок в этом движении в сторону глобализма. Как все будет развиваться в будущем, и кто выиграет наибольшую власть, это нам еще предстоит увидеть. Последние годы Ватикан активно заигрывает с русской православной церковью. То передавая в дар христианские святыни, то осаживая не в меру ретивых кардиналов от нападок на РПЦ. Что же побуждает Ватикан и масонские тайные общества к этому? Конспирологи предполагают, что это связано с верой в пророчество святого Малахии. В 1595 году святой сделал пророчество о последних 112 папах римских. Там сказано, что нынешний понтифик будет последним перед концом света. То есть после смерти Франциска на святейший престол взберется антихрист. По мнению президента Международной Академии наук по проблемам национальной безопасности Валерия Спектера, папе Франциску уже сейчас угрожает опасность. Это структуры, которые позволяют себе не считать для себя обязательным распоряжение папы римского, которые считают, что они хранят традиции, а в то время как папы только совершенствуют их. Утверждать о том, что католическая церковь должна быть церковью бедных, это им все очень не нравится. Так же, как им в общем-то не нравился и не очень нравился и Иоанн Павел Второй и в общем совершенно не случайно появился некий стрелок. Я не могу исключить, что такое же может случиться и во время правления Франциска. Последнее пророчество святого Малахии гласит, во время последних гонений Святой Римской Церкви воссядет Петр Римлянин, который будет пасти овец среди множества терзаний, по свершении чего город Семи Холмов будет разрушен и судья страшный будет судить народ свой. Нострадамус писал, что при 112 папе общая кровь зальет землю, люди будут жить с закрытыми ртами и придет непредсказуемое. Однако толкователи предсказаний в один голос утверждают, что ни о каком конце света речь в пророчестве не идет. Малахия говорит о конце эры непогрешимого папства и окончании всемирного влияния католической церкви. Здесь, в Европе, многое искажено материализмом, идеологией потребления, но с другой стороны наступает ислам, влияние которого в Западной Европе с каждым днем усиливается. Надеемся, что Россия окажется хранительницей христианских ценностей. 12 января 2014 года Папа Римский Франциск сообщил, что на предстоящем особом совещании кардинальской коллегии консистории обретут красную кардинальскую мантию 16 новых князей церкви. Список возглавил государственный секретарь, глава правительства Святого Престола, итальянский архиепископ Пьетро Паролин. По древней традиции католической церкви, именно он, первый министр Ватикана, становится преемником Папы. Странное совпадение, но Пьетро это именно Петр. И этот кардинал именно римлян. Что это, воплощение пророчества в жизнь или блестящий успех масонских интриганов против давнего идеологического противника? Продолжение следует...